Помените, что ли там есть? Доска такая, на которой мелко можно пешить. Вот, там симпатичный, но единственное, что там кресло. Там нету столов, то есть, ну, с другой стороны, гаджет никак не мешает. Да вы не думайте, что это всегда так будет. А, окей, хорошо. Я как раз так к этому и вел. Потому что сегодня так получилось, что вас немного, а там ученый совет в один часок будет. Ну, то есть, мы туда можем сдвинуться, но потом все будут приходить там, смотреть это самое, все дела. Стильно, конечно, сдвинут этот ученый совет, нафиг. Он не очень содержательный есть. Вот, но, там просто такой, а так, в принципе, это свободная аудитория, если вам хочется, можно в следующий раз. Можно встречаться, еще раз говорю, это просто исключительный случай. В принципе, это открытое помещение. Поэтому можно пришли, там вас много, или пришли, сегодня у нас такой недель. В принципе, не должны, но так все устанчивы, да, после вчерашнего вечера. Можно туда пойти, там, активность на кресло. То есть, это свободная аудитория, это можно пользоваться. Ну, сейчас я не могу, значит, в тюротеле, там, там меньше этих самых стульев. Вот, в общем, все дело. Там есть один из... А, там, блистовод, видишь. Поэтому там тоже, в этом смысле, не очень удобно. Извините, так получилось? Нет, я не ожидал. Так, значит, коллеги, в прошлый раз были заданы какие-то задачки. Давайте, давайте, расскажите. Я вот принес чёрненький дипломастер. Давайте. Смелее, в любом порядке у кого-то получился отлично. Давайте про свои чиселки, я про горизонт. Что про них рассказывают? Чисел, где есть чисел. Отлично! Давайте рассказывать, быстренько. Смотрите, коллеги, если... Так, давайте подняем руки. Все сделали задачки? Видите, не все. Если бы все сделали задачки, мы не смогли... Так я с одним человеком разговариваю. Не понял. Вот этот человек сделал. А, хорошо. Ну, скажи, как надо. Ну, давайте вы его как-то задачку сформулируете, особенно принимая внимание, что вы видите, что аудитория сегодня больше, чем просто раз, и поэтому есть... Ладно, вы какую задачку сформулируете, чтобы люди, которые... Есть постоянная кабла, которая сегодня равна 70 км в секунду. Неделю назад столько было. Неделю по всякому. Неделю назад столько было. Вот, отсюда можно посчитать возраст Вселенной. Есть такие, значит, в литературе картинки, можно найти, можно в гугле набрать, там, или там, я не знаю, картинки. На гугл картинке, я здесь картинки, не важно. Там постоянная кабла как функция времени. Разные года были разные измерения, я стартую с самого хаббла. И как она, значит, как она как бы эволюционировала. Но у хаббла было 500 измерено, когда хаббл измерял, уже получилось 500. 500 плюс минус 100. 500 плюс минус 100. То есть, ну, 5 сигма. Дискавринг. Все как положено. Вот. Но, сами понимаете, если это 70, сейчас 5 минус 1, то 500 плюс 1 стоит вообще нечего. Было. Вот, значит. Если переводить все по системе, аж помоция равна единицы в секунды, то это время получается... Те, кто пришел или те, кто были в прошлый раз, смотрите. Вот. Что лекция, что задачки, да? Что-то рассказывается, какие-то числа пишутся, что-то такое говорится и так далее. Если вам непонятно, вот для этого все это происходит сейчас, да? Если вам непонятно, давайте это обсуждать. Для этого мы с вами собираетесь. В противном случае можно было совсем все по-другому там организовать или вообще, как бы, я вот теоретик, да, мне интересные, ну, я какую-то науку читаю, мне интересные люди, которые этим занимаются. Я сейчас на них упаду и мы с ними будем встроем заниматься дальше. А вы будете просто ходить, понимаете? Не для этого. Мы с вами собираемся все вместе. Забыли, кто такие мегабарсеки? Спросите, окей? Я просто так вот. Хорошо. Расписываете перевод, наверное? А? Перевод единиц расписываете или сразу? Коллеги, как вы? Перевод единиц. Да нет, это понятно. Я распишу просто ответ. Ну, хорошо. Один километр в секунду, вот в этой системе единица это один делить на десять пятый получается. Ну, потому что скорость света это три на десять пятый километр в секунду, она равна единице в нашей системе. Вот. Мегабарсек. 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 Здесь он тоже ПЦ. Это у нас получается 3.1 на десять в двадцать второй метр. А метр в свою очередь это примерно пять на десять пятнадцатый ГАР по ПАРТу. Это получается 1.5 на десять в тридцать восьмой на десять в тридцать восьмой ГАР. А ПЦ, а не ПС, потому что ПС это Паскаль, да? Не скажешь, это ПАРТ. ПАРТ, да? ПАРТ это по-русски. Ну, ПАРТ по-русски. ПАРТ. Я знаю только по-русски ПК. Окей. Ага. Ну, видимо, логика там одна и та же. Первая буква и последняя буква. Ну да. Это что касается парсеков и этих, километров в секунду. то есть это получается семьдесят делить на три на десять в пятый. И еще обратные трапсеки, это получается один делить на полтора на десять тридцать восьмой. И все это в минус первой степени. А единицы измерения? Единицы измерения, это получается секунды. А, сейчас. Я что-то лишний раз туда двевый перешел. Мне не нужны двевые. Ну да, здесь вроде не нужны секунды. Мне нужны секунды. Ага. Тогда метр, это получается у нас три на десять восьмой секунд. Метр три на десять восьмой. Да. То есть одна секунда, это три на десять восьмой метр. Что-то многовато. Примущеточные действия. Почему? Ну да, это... То есть это примерно десять в четырнадцатый секунд будет? Да. Тогда и здесь. Просто здесь. Просто здесь. В четырнадцатый раз. В два секунды, в четырнадцатый раз. Нет, мы из метров переходим в секунды на брав. То есть одна секунда это у нас три на десять восьмой метр. Это можно было просто мегапарсеки в километре вывать. перевести, сократить километры. Ну, так я и делал. Да, можно было и так. Я просто не помню, как я делал. Потому что у меня написано числа. Окей. А, да, я так километры и переводил. Ну, ладно, ну, суть. 10 в 14 секунду. Получается ответ 0 в 44 на 10 в 18 секунду. А если переводить это в года, это будет 1,4 на 10,5 лет. Супер. 14 миллиардов лет. Обещанное значимое число. Вот. Это что касается возраста. Дальше еще надо было рассчитать плотность энергии в ГАВах 4 и в ГАВах на метр. Вот. Вот тут уже понадобится вот этот перевод. нам давали формулу на реакции то, что плотность энергии это H умножить на 3 полноценских массов в квадрате и делить на 8П. Вот здесь уже понадобится тот перевод для постоянной каблы, которую я писал ранее. теперь если мы подставляем мы получаем 70 делить на 3 на 10 в 5 это мы избавились от километров в секунду и теперь с мегапарсяками нам надо еще использовать 1 2 5 10 38 а вот с этим 38ю не ошибся? нет вот это в квадрате умножить примерно на 1 восьмую умножить на планковскую массу в квадрате это примерно полтора на десять поэтому получается в тридцать восьмой ГАВ в квадрате массу планковской все помнят? 1 на 2 1 на 2 1 на 2 на 10 19 1 на 2 1 на 2 в квадрате в квадрате в квадрате точно здесь здесь а мы уже в четвертый а мы уже в четвертый теперь если мы это подставляем мы получаем величину примерно 4 на 10 минус 48 вверх 4 или если мы перейдем отборов к обратным метрам это будет 0,5 на кубометр вот так ну возможно вот из-за вот этой вот 8 просто получается у меня здесь тоже 0,5 на 10 на 5 граф у меня 0,5 на 10 минус 5 граф на сантиметр кубический надо на 10,6 умножить вот ты приходишь откуда? отсюда сюда или отсюда сюда? ну то есть мне кажется ну то есть я считал сначала получил первое число а второе сейчас опять не нижнее сейчас второе я сейчас считаю у меня получается на порядок больше моя 10 минус 47 у меня получилось на порядок побольше из этого числа вот это получить из какого? ну из верхней сначала первая строчка, потом вторая, потом третья ошибка уже где-то чуть повыше потому что у меня получается верхняя и то есть последние два часа на порядок больше подождите, смотрите здесь же он все написал здесь просто вообще все написано вот хаббл, хаббл он там съели хаббл он здесь написал только в хаббле могла быть ошибка потому что все остальное все остальное вообще подождите, хаббл он до этого вам скармирует больше вот хаббл хаббл правильный ну тогда вот сейчас здесь есть вот такая тонкость вот здесь вот такое число есть которое вот в этом не фигурировало она здесь приделась вот тут может быть еще какая-то ну тут два порядка возникнет ну то есть если я там ошибся в порядок то возникнет два порядка потому что квадрат коллеги мы ждем вас чтобы каждый получил свое число это не сложно здесь перемножение ну то есть что я здесь сделал один метр между первой строчкой и второй ошибкой ну скорее всего да а где? минус 47 минус 47 ну значит да сейчас вы так прямо то есть я охотно верю потому что так ладно 3 на 10 в пятый умножить ну да так все умножить 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 это примерно 316 умножить на 4 900 на 9 на 9 степень 10 минус 86 умножить на 10 в 38 ну да, вот, непонятно ну число здесь не очень прочное ну понятно, да супер ок, ну значит вот получили примерно пятерку такая вот современное представление плотности энергии во Вселенной и это во Вселенной в нашей галактике в средней плотность другая она выше, примерно на 5 порядков я уж не говорю про локальную плотность у нас здесь она тоже больше это в среднем по Вселенной если так это размазано спасибо, здорово следующая задача там нужно посчитать эволюцию для трех различных типов состояния пыли излучения и вакуума можно стирать вакуума у нас не будет ничего вакуума 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 и вакуума то есть для плотного пространства необходимо уравнение это у них такая запись я не знаю там есть запись реакций ядерных тоже такая некая формула вот она очень странно выглядит вакуума вакуума это имеется ввиду что протоны плюс нейтроны образованы вот так записывается такой язык записи этих самых вакуум странные люди едешь да да ну вот у них в общем сначала у нас есть уровень первый случай это так называемое состояние пыли это уровень состояния просто p равно нулю поэтому сразу рассмотрим второе уравнение которое решается достаточно просто и отсюда получается что рона а в кубе равно константа ну что в принципе и неудивительно ну да мы берем ее вся подставляем далее в верхнее уравнение Денис я это возможно хочу такой вопрос задам у тебя верхнее уравнение а делить на а а а все классно то есть это все это точки то есть производно по времени значит сопоставляем значит какие-то по записанному есть а первое это для вакуума для 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 нулю конечно надо рой понес но в этих системах это означает что у вас давление пренебрежимо маленькое то есть у вас есть не литийские частицы давление пренебрежимо маленькое в этих единицах по сравнению с плотностью энергии то есть у нас прям приближение давление равно 0 если говорить о формальной частице то есть что давление компоненты мы не видим можно вставить посмотреть сравнить с данными экспериментами не видно то есть оно там меньше чего ну вот пока что ну значит да решая общий вид имеет следующий вид и дальше для краткости будем полагать этот начальный момент времени равным на нулю учитывая значение параметра хаббла а с точкой на а подставляем его известное значение у нас сначала из этого уравнения будет следовать что он имеет в вид некоторый следующий 2 3 на Т и подставляет значит имеющее значение что это равно 2 3 на а хаббла мы получим число 9 3 на 10 9 лет что типа если революция вселенной длилось бы столько то есть если революция широким образом то а горизонт имеет следующий вид подставляем а а вы вот чтобы 9 3 получить вы а 0 а там 7 это 70 километров на секунду на мегапаксе а а а да ну то есть я объясню предыдущий докладчик он делал он вычитал 1 на h0 и у него было 14 ваш ответ полтора от того числа вы 9 3 не могли получить 0 0 9 ну получается что горизонт имеет вот такой вот разимер я писал в сантиметрах написал а ну то что это подставили это ноль сегодняшний да ну вот это вот нет нолик здесь напишите потому что это общая формула она сравнивилась для в любой момент времени пока а это подставили конкретное изучение параметра хаббла ну исторически вот утверждается в конце довольно продолжительное время люди конечно думали что доминирующие компоненты нейропейские частицы галактики и все такое и вот в принципе это была оценка для возраста вселенной такая вот 9 миллиардов лет ну вот как мы видим не то чтобы очень соответствует действительности порядок попали порядок попали порядок попали по моему очень соответствует порядок порядка так вообще следующий вариант это у нас изучение теперь давление имеет вид да все равно ронатрия и подставляя снова по уравнению уже получим что-то типа рон штрих плюс 4 а с точки на а на ров равно ну и отсюда получается что а в четвертой равно констанция получаем получаем что эволюция этого масштабного фактора была вида цт в степени одна вторая сделаю обратно подстановку получим что у нас уже т будет равна также 1 на 2 т и размер горизонта на второй я и что создание м 3 1 Я не посчитал, значит, так вот 1,08, 10,28 сантиметра. Замечение получается так. Все пока понятно? Что, медленнее растет немножко, да? Ну да, несколько медленнее. Если вот через время, да, 20, а там 3. Сейчас, а что на C вот здесь осталось? Это скорость света, скорее всего. Скорость света. А это? А, это разные вещи совершенно. То есть это C, это краска, это константа. Или айфная работа, смотрите, смотрите, это классно. Вот это C, вот это C, вот это C, эти 3 разные C. Да. Нормально, нормально, нормально. А зачем писать скорость света? Наши единицы. Давайте посмотрим, может, здесь. Может быть, мы же изменять время. А вы и там ее записали, да? Ты что, вы это знаете? Смотрите, нехорошо. Если бы вы с самого начала писали, было бы ничего. Но вы же ее записали по среде формы. Она у вас вот в этой форме не фигурирует. А в этой появилась. Это самец человек, который эту задачку не решал, просто взял и написал то, что вы написали. А потом, если ему вдруг, это реактивный шанс небольшой, но если он вдруг посмотрит, он, может, сразу сухая. Это значит, что это не нравится. Значит, смотрите, действительно, как мы ожидали, горизонт растет быстрее. У вас есть фотон, а все вселенная расширяет. Поэтому расстояние, которое физически проходит в фотон, оно больше, чем в венковсю. И вот на фактор тройку, да, то есть довольно приличный. Здесь на фактор двойку. Но по размерности, да, у вас какая-то человеческая фаза, у вас нет размера. По размерности, это все равно время. То есть это штука все равно линейно со временем. А, а ты молит. А, я, кстати, да, здесь... А, сменилось. А ты молит, а что-то, да. Здесь я, значит, что-то форму написал, я хочу перегнать. Можно вопрос? Куда все-таки цель исчезла? А? Куда все-таки цель исчезла? вот там где 30 там где было 30 20 последний строчек ну вот в этом месте в это место вставляется решение вот это правильно да и цепью нету потому что цепь как перед вот этим а так перед этим а цепь сокращается от нормировки не зависит вы можете масштабный фактор в любой момент времени умножить на двойку на тройку на пятерку ничего не должно измениться в общем денис зачем писать через 100 0 если можно писать через аж где вот это 1 4 а здесь получается 2 х-1 сейчас никакой размер горизонта размер горизонта 1 и 3 но вот он два раза изменился Не-не, в каких-нибудь мегапарсеках, килопарсеках, что-нибудь таком, астрономическом. Сейчас, значит, что-то Игорь писал, что там сколько парсекса? 3,1 на 10 в 16-й, это в метрах, 1 парсек. Я считаю. Подожди, Денис, а почему у тебя 2t0? Это 1 h-1, а 3t0 это 2. Потому что t0 разные. А у тебя здесь 2 третьих h0. И получается 3t0 это будет 2. Поэтому я и сказал, что вы через h все писали. Смотри, получается 1 мегапарсек это 3,1 на 10 в 24-й сантиметрах. Сейчас, значит, 1,3, а мегапарсек, говоришь, сколько? 3,1 на 10 в 24-й? Да, в сантиметрах. 3,1 на 10 в 24-й сантиметрах. Это деля одно на другое, получаем 1,3 на 3,1. 3,2 будет примерно 0,2 там с 6-й, 0,4. 1,3 на 3,1? Да. Ладно. 1,4. 3,2. На 10 в 3-й. Можно еще один вопрос, почему с излучением медленнее получается, чем с материей? Что почему медленнее? Ну, то есть Вселенная просто растет почему-то медленнее с излучением, хотя, казалось бы, это должна быть такая безмассовая вещь, которая быстрее, чем массивная. Ну, как бы это расширение пространства, они физические перемещения, поэтому, мне кажется, такая аналогия не совсем корректная. Ну, говорю, то есть понять микроссологически, это, ну, я не знаю, как понять. А тут как бы дело о расширении не с точки зрения перемещения вселенной, а то же, как пространство расширяется. Может быть, у аналогии, что вот это вот, у этого инеркция больше или меньше как-то не срабатывает. Ну, ничего, я понимаю. Ну, задавая этот вопрос, где-то. Ну, полностью, полностью в пространстве. Убойный вопрос идет. Не знаю, как это. Смотри, а с точкой на а в квадрате, а с на а в четвертой, да? Ну, да. Корень возьмем, получается, а с точкой на а, это с на а в квадрате. Домножим на а, получается, а с точкой, это с на а, да? Ну, да. А с точкой? А с точкой получается. А в квадрате равно констанция. Все, да. А получается, да, как бы, пространство. А квадрат равно констанция. Да, поэтому, значит, это может быть только а равно, ну, то есть, а квадрат равно цт. Смотрите, исторически вот это число, которое получалось, значит, как бы там было несколько таких флорических проблем постепенно возникло, но были астротертические проблемы. Народ говорил, что они видят какие-то звезды, которые вроде бы по их представлениям должны жить, ну, в смысле, они находятся, значит, на стадии большего возраста, так скажем, да, чем 9 миллиардов лет. И еще были какие-то, значит, наблюдения за, ну, вот у вас есть там микрометеориты и прочее, у них тоже в вашем соответствии с составом, и там есть цепочки ядерных как бы реакций, которые вы сразу себе проходили, начиная с момента образования супертяжелых элементов, значит, сверхновых. И вроде бы, значит, по тем-то там вот скраплениям, значит, никаких изотопов, что вроде бы водост этих метеоритов тоже превышает вот это вот число. То есть, в принципе, из-за стратегии были не в глазах, что это число не совсем корректно, но то, что сейчас наблюдается, вроде бы, значит, с теми предыдущими согласуются. Хотя тоже есть наблюдения астрономические, которые говорят, что какие-то там звезды, которые там должно быть, типа, 20 миллиардов лет, а не 15, но их уже очень небольшое количество. Вот, поэтому из-за стратегии, как всегда, ну, согласуются с космологией, иногда она, значит, любит ее в том же направлении, потому что она стала исторически таким развиваться. Ну, вообще, это непонятно. А иногда бывает наблюдение не совсем корректное. Иногда бывает так, что там соответствующая звезда, на самом деле, двойная система, и поэтому у нее годом другой. И это нельзя так как бы интерпретировать. Но двойная или не двойная, нельзя, потому что ту звезду, с которой, если информация интересная, видно, а ее спутника, вот там карлик и так далее, он не излучает ничем, да. Его не увидишь. Поэтому сказать, что это двойная система, и поэтому все хорошо, и не двойная, а фундаментально, и поэтому все плохо, к сожалению, в астрономии нет. А задним числом можно добавить это, что это был аргумент в пользу того, что Вселенная наша более богата по составу, чем предполагалось ранее. Ага. Спасибо. А сейчас еще есть момент такой, значит, смотрите, здесь мы с вами сразу можем вот на этом, на этом примере, вот на этом, на этом, увидеть проблему, которая есть в этой теории, теория горячего большого взрыва. Значит, смотрите, вот сначала был найден масштабный фактор как функция времени, но вот это вот, кстати, мы положили равную нулю, это выбор такой, ну, знаете, удобно считать времени, да, понятно, что вы можете в любой момент времени вытащить, кроме того, если у вас это решение, оно допускает, ну, само уравнение, оно допускает отращение времени, да, вы можете т на минус т поменять, поэтому, в принципе, вы можете спекулировать на тему о том, что до этого у вас была фаза, например, сжатая, а сейчас она расширяется, кстати. Но методически непонятно, как пройти через эту точку под сингулярность и прочее. Но в принципе решение позволяет описывать как расширение, так и сжатие, и вы задаете направление, да, то есть вы выбираете, я выбираю вот такую детку, я описываю расширение Вселенной. С течки земли равней все было то же самое, если Вселенная не сжимался, ничего нет. Вот, а момент такой, смотрите, значит, и в этом случае, и в этом случае, вот масштабный фактор со временем, вот масштабный фактор со временем, они растут со временем, ну, в той степени альфа, где альфа меньше единицы, а горизонт, да, он растет со временем линейно, в одном и другом случае. И это создает некую проблему, почему? Потому что все физические размеры, как мы сами выяснили, да, у нас с вами метрика, ой, это все, на словах сейчас? Да выкиньте его. А, подождите, тут словах я бы сюда положил, вот, я его не посидел. Так, ну ладно, загадка. Так, значит, смотрите, у нас с вами метрика такая, ДС после лета, да, может быть, ДТ квадрат минус А квадрат от Т, ДХ квадрат, да, и мы говорили, что физическое расстояние ДЛ у нас, да, это вот это А на ДХ. Это координатное расстояние, физическое, а это масштабный фактор, который мы берем в то время, когда мы интересуемся физическими расстояниями. Соответственно, наше физическое расстояние с вами вот так вот изменяется, а горизонт, размер причинно-связанной области изменяется вот так, он изменяется быстрее, чем физический размер. Это означает, что в следующий момент времени мы с вами видим какие-то объекты, ну, какие-то, знаешь, которые ушли из банки, на расстоянии, которые не были причинно-связанных предыдущего момента времени. То есть нам все новые и новые области заходят под горизонт. Причинно-связанность, в принципе, это свойство, которое позволяет вам не удивляться, что на таких-то расстояниях все происходит более-менее одновременно. А если у вас все происходит одновременно на расстоянии больше, чем размер причинно-связанной области, то вообще говоря, стоит удивляться. Вот здесь, в таком, при таких решениях, при таком решении, при таком решении, у вас получается, что в следующий момент времени вы идете в области, которые не были причинно-связанными предыдущей эпоху, поэтому, например, одинаковый их состав ядерных, что везде на теле одинаковое количество гелия и водорода, реликтовое излучение, одно и то же температура, оно здесь не имеет объяснений. Я бы, вначале, первый момент времени у нас же было наоборот, все причинно-связано. Ну, смотрите. Что было совсем в первом... Ну, по вот этой модели у нас есть область. Вы говорите так, у вас есть какая-то, пусть какая-то есть какой-то размер причинно-связана, ну выходит ячейка. Ну, не знаю вопрос, почему она хорош-ечего причинно-связана. Ну, была причинно-связана, нормально. Но потом она вот так начинает расширяться. И расширяется она вот либо катапугу законод, либо только по такому закону. Вот. Если вот эту функцию описывать, если здесь считать, что у нас время, то вот так должно идти. А свет вот так летит. Ну и соответственно... В том-то и дело, что там раны или поздно пересечут. Понятно, что раны или поздно пересечут. Слушайте, более-менее за время, если бы в самом начале вас нантовали по параметрам Хаббла, за время порядка Хаббла это и пересечет. Все функции... Единственная характерная величина размерности времени это параметра Хаббла. Поэтому более-менее сразу вы это увидите. Как только в t вы поделите на 0, в этих единицах, как только у вас t будет порядка единицы, вы сразу корни отличаете от линейной функции. Правильно? У нас же сначала из этого вида корня сначала одна функция выше, а потом другая будет. То есть у нас не сразу линия, выше, но не сразу, нужно подождать некоторое время. Нужно подождать некоторое количество хабблских времен. Конечно. Если бы мы не могли смотреть на более раннюю Вселенную, туда, когда либо характерные времена, либо характерные темпы расширения существенно отличались от нашего, выделить различные вклады, сказать, что было в прошлом, глядя на функцию, которые на очень маленьком интервале, увидеть в них разные зависимости, времени очень тяжело. Там вырождение есть, то есть это довольно такой, как бы, гипотетически, что можно аккуратно смотреть на маленький интервал, так что за вся большая функция. Математически можно сказать, что если вы найдете функцию интервала, вы можете продлить на всю комплексную плоскость и так далее. Но вот в данном случае принимаю внимание особенности измерения, ошибки измерения, и просто систематику, что вам нужно определить и встанет, сверху, это, к сожалению, сделать не получается. То есть, другими словами, это получается сделать для какой-то точности. У вас есть некая ошибка, а вы меньше чего не можете. Окей, да, хорошо. Это значит, вот здесь проблема. Это проблема горизонта. А, а еще вакуум бывает достался или нет? Давайте, конечно. Отлично. Вакуум. Довольно веселое уравнение состояния. Довольно, скажем так, контринтуитивное. П равно минус Ро. То есть, как бы, если вы на что-то давите, на что-то, то оно будет нарезать. То есть, как бы, представьте, вы давите полустелин, а он как-то на вас лезет. Значит, подставляя такое вращение сюда, сразу видим, что получается, что Ро у нас константа. И, значит, из этого следующее уравнение получается, что эволюция имеет некоторый следующий вид. И, значит, мы возьмем хабло вакуума. И, значит, моменток хоритовый ... 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 А у него уходит не импульс, но отрицательная энергия. Ну, то есть, оборудование равно минус плотности что-то из этих двух минусов не-не-не, ну смотрите, вот же у вас уравнение вы его не можете просто написать это как бы вы сразу заранее предполагаете иначе оно... заделить не означает, что в пространстве не может быть отрицательной плотности энергии просто означает, что вот такой анзак для метрики описание, да, у вас там уравнение Эйнштейна много компонентов, но вы упростили себе жизнь сказав, что у вас вот такой анзак для нее находит решение означает, что такая метрика не описывает такую систему то есть нужно что-то другое предполагает но здесь будут эндегрированные бесконечности дата 0 значит, это экспоненты то есть при отрицательных временах которые будут расходиться поэтому получается, что эндегрированные которые типа горизонт расходятся то есть как бы у нас типа нет горизонта почему мы до этого считали индегрированные от нуля а теперь мы считаем от минус бесконечности ну потому что сейчас на момент а равно нулю здесь отвечает как бы t равно минус бесконечности если посмотреть вот на эту вот ну какой там было как вы стартуете с момента там сингулярности или еще что-то маршатный фактор равен там нулю там мы вот просто от него да вот здесь маршатный фактор нулю это отвечает t минус бесконечности мы видим экспоненциальное расширение вселенной наблюдается и горизонта событий нету там в принципе тоже такое можно было сделать то 0 положить равную между бесконечности но тогда время мы оттуда подсчитывали оно конечно было бы так немножко ну и вы наверно знаете какой другой горизонт нужно сюда ввести нет чтобы понять придать смысл какой-то другому интегралу вот теперь давайте подумаем что такое интеграл оттуда плюс бесконечности все то же самое а оттуда 0 плюс бесконечности давайте посчитайте его интеграл тогда ну то что уже расходится на этом пределе минус бесконечности правильно да он сходится очень даже хорошо значит это будет интеграл значит это получается то есть момент это 0 а ну ладно здесь нам сдвинем так чтобы было 0 и здесь была допустим какая-нибудь станция по единице не так нельзя не так нельзя давайте вот прям вот как вы это делали от 0 до плюс бесконечно что вас смущает подождите у вас решение экспонента ну экспонент можно проинтегрировать да у меня будет значит 1 это получается от 0 это 0 наделить на а вакуум 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 не потеряли теряли конечно а должно сократиться ответ портата не зависит да на а это будет единиц на а да а а вот это вот ваш вакуумный напишите вакуум да вот это вот такой горизонт значит смотрите это создавая давайте сообразится раньше не было так хогно вот и самое начало самое начало как целый Взрыв, что такое. Вы спускаете фотон, они летят, 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 летят. И к сегодняшнему моменту времени они пролетят в какое-то расстояние. Вот эту штуку, это вот та, что там называлось. Ее называют горизонтом космологическим горизонтом или горизонтом частиц. Теперь вот эта штука, это такая. Вы в сегодняшний момент, вот смотрим антеграл, его смысл передаем, да? Вот это квадратное расстояние, которое пролетит частица от 0 до плюс бесконечности. Вы взяли частицы сегодня, запустили их, они у вас летят и летят дальше до конца. Так сказать, жизни силен, да, не бесконечности. И пролетят в какое-то расстояние. Вот это расстояние вы здесь же примитализовали на этих окружках. Эту штуку называют горизонтом событий. И смысл ее такой. Значит, вот у нас сегодня наблюдатель в момент времени Тенойт сидит. Он построил большую лабораторию, значит, сформировал школу научную. Так что поколения будут воспроизводить друг друга, и все будут астрономами смотреть телескоп. А вечно, жить будут вечно. Да, или, значит, они как-то побороли с мозга, и все хорошо, они друг друга не режут, не травят, в общем, все хорошо. Телескоп не портят и так далее. И они будут ждать долго-долго-долго смотреть телескоп. Вот самое большое расстояние, с которого они увидят события, сколько бы они долго не смотрели, это вот этот размер, этот горизонт событий. С расстояния большего вы ничего не увидите, что произошло. Произошло когда-то в данный момент в рейке, да? То есть, значит, интерпретация здесь такая. Вот у вас есть объект, вот у вас когда-то новость, да, вот у вас времена новость. Вот сегодня вы, значит, построили телескоп, вы ждете. А х это вот эти все расстояния, какие у вас только есть, да? Смотрите, это же умножается на сегодняшние масштабные факты, поэтому современные расстояния. И вот с каждой точки у вас полетели фотоны к вам. Вот так вот. Ну, говоря о событиях, которые там произошли. А вы ждете, если у вас Минковский, ну, вы знаете, что вам нужно подождать вот это время, и вы здесь это зарегистрируете. Если вы бесконечно долго живете, вы узнаете все об этой вселенной. Да, Минковский. У вас история такая, что масштабный фактор начинает экспоненциально быстро расти. Поэтому вот эти точки начинают экспоненциально быстро туда улетать. А у вас свет летит как бы линейно по времени, а точка, да, экспоненциально улетает. Соответственно, свет вроде летит, но этот кусок пространства экспоненциально туда улетает. Поэтому есть некая грань. С меньшей области он у вас успеет прилететь, а этот экспонент еще не стрельнул. когда экспонент от линейной функции отмечить нельзя. Вот поэтому они не знают, что состоят. А все, которые дальше, они не успели. Они, может быть, даже забежали. Слава, как-то вот сюда, вот, но все это точно не сделали. И это вот как бы принял наши знания. Мы сейчас выходим вот на эту ставлю, вообще-то говоря. Поэтому, начиная с некоторого момента, мы будем видеть, оперируя временами миллиардов лет, мы будем видеть только конечный кусочек Вселенной. Вот такого размера. Будет бессмысленно строить телескопы с целью залюнуть дальше. А если мы на встрече летели? Да даже если мы на встрече летели. Ну, не, ну смотрите, если мы с вами тут оперируем, значит, мы предполагаем, что у нас есть общий календоносительность и все эти знаки физики, которые у нас есть. А к этих знаков физики вы не можете видеть быстрее скорость в север. Там у ацетка летит со скоростью свет, тут летит со скоростью свет, это все равно, да, относительно фотона, тут фотон летит со скоростью свет, это все равно. И в любом случае, даже если вы наберете несколько много-много линейных функций, экспоненты не перебить. Но это есть у нас космологическое постоянное, есть у нас вот такое решение, как коллега здесь подставил, да, уравнивать константы. Ага, спасибо. А я вас просил получить уравнение Швитмана из соображения, что у вас есть шарик и в нем традиционная сила удерживалась. Ну ладно, сейчас обратите, подождите, нас с вами вот это рассказали, это рассказали, что здесь еще интересно. Вот тут рассмотрим три разных случая доминировать одно или другое или третий компонент. Мыслить в себе, что в нашей Вселенной есть все три компонента. Остальных мы пока не видим, потому что они тоже есть, но они маленькие. С этой самой кривизной мы с вами говорили, что вот если такая история, то она никогда не была важна, никогда не будет важна. Тогда у нас с вами Кабл в квадрате, это А с точкой в квадрате на А в квадрате, 8П на 3, здесь же это масса план в квадрате на Ро. И Ро это три компонента, Ро-Лянда, Ро-Радиации и Ро-Материи. Так, значит, как каждый из них с масштабных факторов себя ведет, мы знаем. Вообще говоря, все три есть. Можно это уравнение переписать вот с такой вид. Давайте мы, когда люди обсуждают физику, а, космологию, то есть, космологию, связанную с Эггеной, то записывают, записывают это уравнение в таком виде. Значит, вводят такое Ро-критическое плотность энергии, которая выглядит так, что если я возьму современный Хаббл, напишу вот такое, то это будет правда. Дальше вводят относительные вклады. По мега-Лянда, которая есть Ро-Лянда, сегодня поделить на Ро-критическое. Омега-Радиации, которая есть Ро-радиации, на Ро-критическое. И омега-Материи, которая есть Ро-материи, сегодня поделить на Ро-критическое. Ну, по аналогии, есть и другие компоненты, такую штуку пишут. Для этого равновения можно переписать так. Переписать такую вещь, что это Х в квадрате есть. Х в квадрате умножить на... А здесь будет омега-Лянда плюс омега-Радиации на единицу плюс Z в четвертой плюс омега-Материи на единицу плюс Z в квадрате. Это красное смещение. Да, Ро-раджита. Которое у нас с вами... Сейчас, мы с вами... Так, сейчас... Ну, начинаем я языки, азотопой. Z плюс 1, и это есть А поделить на 0. Оно, это масштабный фактор сегодня, а это масштабный фактор в моменте времени Z. А у нас то, помните, мы его определяли с вами как лянда длинноволной измеренной, да, поделить на лянда длину волны в источнике, который расположен на расстоянии на расстоянии Z. Ну, у нас вот с вами есть радиация, да, сейчас разнеет, в том числе и частота света, соответственно, лянда, она ведет себя как А, да, растет, поэтому отсюда вот такая вот такая сеть. Ну, а дальше вы смотрите за источником, измеряете его красное смещение, с измечения, которые хорошо измеряют, поэтому удобнее через красное смещение вот так записать. То есть, вообще говоря, есть несколько компонентов. А теперь, значит, да, теперь смотрите, значит, Ро вы измерили, ну, что-то не измерили, вы измерили Хаббл, потом через него оценили Ро. У нас 5 протонов в кубическом метре. Это такая полная плотность имени. Значит, на самом деле, по факту, оказывается, что вот те данные, которые у нас сейчас есть, говорят, что это у Мюллиан, например, 0,68, Омега в кубическом метре это 0,32, Омега радиация еще маленькая. Но при этом Омега радиация это единственная компонент здесь, точнее, не Омега радиация, а Ро радиация. Единственная компонент здесь, которую напрямую можно измерить, потому что вы измеряете фотон. что я вас прошу, я вас прошу вычислить Ро радиации сегодня в качестве задачи и отсюда определить Омега радиации. Давайте отсюда определим Омега радиации. Убедите, что это величина маленькая. Омега радиации вы получите не точно. Это единственная компонент, которая здесь прямо отлично измеряет, потому что там основной класс дает фотон. Который вы знаете. Вы знаете формулу для спектра, вы знаете это самое все прямо из вопросов. Плотность измеряется очень хорошей, температура измеряется очень хорошей точностью, поэтому здесь вообще просто супер. Другими словами для сегодняшнего мира вот эти вот компоненты для сегодняшнего мира эти компоненты не важны. Соответственно важны две компоненты. Смотрите они 0.68 0.32 Нельзя сказать, что кто-то из них сильно доминирует. Ну конечно это побольше, но вообще говоря ну вот другими словами в прошлом конечно теперь смотрим на прошлое прошлое это больше z вот этот вклад был больше то есть когда-то они были равны друг к другу а еще раньше это вообще не видно было на фронике соответственно есть моменты моменты когда у вас один момент называется экволити это момент когда радиация равняется в материи в прошлом ну и когда вы вычислите омега радиации вы найдете этот момент правильно потому что ебинца плюс z выкроете это у вас будет прямо отношение омега материи к омега радиации верно вот такой момент это переход со стадии доминирования радиации на стадию доминирования макерии стадию доминирования радиации вы отлично описали это переход на момент вождение вообще говоря вы можете вы можете решить точно ну там они через незатейливые спецфункции выражаться Но, в принципе, вы можете аккуратно все вмят, значит, описать ее аналитически, но это не так важно. Это один момент. Ну и если радиация, современный вклад в радиацию очень маленький в сравнении с описание, то это давно было очень. Это было очень давно, когда тогда было много-много-много больше единиц. А второй момент, это момент перехода, значит, него выделяют так, момент перехода с замедленного движения к ускоренному движению. То есть, когда у вас, вот если у вас такой компоненты нету, а вы видели решение только что было, Вселенная, вообще говоря, замедляет. То есть, темп расширения Вселенной, да, H, он обратно пропорционально времени, и поэтому, когда Вселенная все больше, 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 больше проходит время, она все медленно, медленно, медленно решается. В принципе, в обоих этих решениях есть асинтодия Миньковская. То есть, когда у вас все расширилось очень сильно, плотности и ноги вообще упали, а остался хост вверх. А вот эта компонента, она, наоборот, ускоренная, у нее, значит, масштабный фактор, есть степень HT. Соответственно, есть переход. Переход, переходный момент от одной эпохи к другую эпохи. Ну, это, значит, такое Z, пускай, как акселерейтор, да, значит, обозначается. Это момент, когда у вас происходит переход с одной эпохи к другую эпоху, и определяется, чем у вас А, значит, двумя точками. Ну, вот, соответственно, задачка найдет этот момент. А здесь вы даете момент Z-эк-молити, когда найдете вот эту штуку. И это прям про вашу, про, значит, так сказать, если вы поверили астрономам, которые говорят вам еще состоит ваша Вселенная, ну, и поверили мечтей, или, если хотите, поверили этому Фридману, что вот такое уравнение. Значит, когда вы про вашу Вселенную все знаете, вообще говоря. Это вот какие-то были важные этапы по ту эпоху. Теперь, смотрите, нам нужно с вами какие-то элементы общей теории относительности немножко ввести, чтобы мы эти уравнения как-то привязали, что вот они действительно у нас сами есть, и они именно такие, какие нужны. Так мы, в принципе, с вами вполне пользуемся, но нам нужно уравнить больше, мы потом писать чуть-чуть или такое. У вас у кого-то был курс гравитации, правильно? Суперски. Вы сейчас будете как-то контролировать мой поток сознания, правильно? Нам не так много нужно из него. Нам нужно совсем чуть-чуть. Значит, зато скорее не найти в общем случае, или когда только есть два типа материи? Смотрите. Когда вы увидите вот это число, оно очень маленькое. Оно 10 минут там уже существует. И поэтому оно не важно для этого. Ну хорошо, что вы мне напомнили, значит, потому что как только вы... Момент, который я забыл, который я тоже хотел, это мне сейчас это нужно сделать. Значит, смотрите. Когда вы увидите, что число очень маленькое, и вот когда обсуждать, соответственно, позднюю Вселенную, то имеет смысл обсуждать только вот эти две компоненты. Это уравнение, оно позволяет вам вычислить те две величины, которые вы сегодня вычисляли. А именно размер горизонта и возраст Вселенной. Но только теперь уравнение немножко сложнее, и оно не будет решаться в виде теста пенеаль. Так? Вот, я прошу вас их вычислить, подставить туда этаж ноль, и сравнить с тем, что вы вычислили материально-доминированной стапель. Значит, сравнить числа. Это для вот такой модели с тремя компонентами. Да, смотрите еще раз. Это для модели, которая считается, описывает современную Вселенную. Реалистичная модель называется. Так, realistic universe. В ней вот этот вклад чудовище-то маленький. Поэтому даже если вы напишите интеграл, интеграл и один и второй, как вы видели, он садится на поздние перемена, понятно. Соответственно, вот этот вклад, он пренебрежимо несущественный. То есть вы его просто можете выделить. Он очень маленький. И поэтому будет две вот эти вот. И эта штука решается амметично. Представляется в виде такой симпатичной функции. Ну и вот в нее интересно подставить цифры и сравнить с теми значениями. А шуровый, значит, сегодня, да? Или в сегодняшнее время. Окей? Там все равно будет экспонент, должно быть. Часово будет. Сурово будет. Сурово будет. Сурово будет. В единицу времени. Там десять в одиннадцатый столкновений. Тут куда-то летит. Страшно. Какая разница, если вы на выходе четыреста герц. А если вы их выкидываете, правильно? Основной, больше, то есть подавляющее, чудовищное количество из них вы выкидываете. Я умею, выкиньте один салагаев. Ты подумаешь, а мы выходим. Сурово, ребят. Так экспонента же в вакууме. А? Экспонент-то от вакуума идет. Что из-за экспонента в вакууме? Давай. В смысле, мы считали вот это вот. Ну? Ну, 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 ну. Экспонент-то была, где вакуум был. Хорошо. Так вот. Чего? Где вакуум? Какой вакуум? Вот. О, и голямда. Где нет вакуума? Так это... В смысле? Не было ничего. Сейчас, сейчас. Смотрите. Вот это компонента. Смотрите. Эта компонента. Давайте так. Вот это рулямда. Это константа. Да? От масштабного фактора. Ро радиации. Это как единица на А в четвертой. Ро материи как единица на А в кубе. Это все три те компоненты, которые вы каждой водительстве посмотрели. Просто я предлагаю ее вычислить в ситуации, когда обе присутствуют. Мне надо... У тебя видишь, что у меня нет Ридмана, у тебя там все стоят сразу. Понятно. Все. Это Адзер. Я понял. Он прям супер стоит. Понятно. Понятно. Это реалистическая вселенная. Тот самый возраст, который... А вот... Ну... 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 Окей. Значит... Да. Значит... Сейчас нам нужно с вами гравитация. Ну давайте здесь. Сейчас. Только мы вам... А... Значит... В общей теории относительности, которая... Ну... Вроде бы описывает нам гравитацию, по крайней мере... Ну... Если добыть эту космологию, то вроде все согласуются. Да. Там есть некие аномалии, есть такая не аномалия. Не знаю. Слышали или нет. Даже когда спутники, которые были исключены там в 50-х и 50-х годах, туда-сто направление основного куда-нибудь в космос. А... Ну... Телематрия из них показывает, что это не летят не совсем так, как ожидалось. Еще там что-то такое. Ну... 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 Четыре больше, чем... Чем... Пять раз больше, чем марионная материя. Обычная. Марионная материя мы с вами знаем, а темная материя мы с вами не знаем. Вот эта штука тоже непонятная. Это константа. Да. У нас с вами в физике, в обычной плотность энергии никогда не играет никакую роль. У нас играет роль переход между энергией, да. Между одним уровнем и другим уровнем. Да. Это такая вещь. А где энергия определились, совершенно не важно. Гравитация энергии гравитирует. Поэтому эти две компоненты, вот эти две компоненты, вот это и вот это, то, что мы в космологии добавили руками, может означать, что на самом деле гравитация не такая. То есть мы здесь материю исказили, может означать, что гравитацию надо искажать. Мы сейчас с вами так не делаем. Мы сейчас с вами искажали материю, добавляем новые компоненты, а гравитацию оставляем прошлую. В качестве оправдания скажу, что попытки исказить гравитацию, так что эти две компоненты появились, а не космологическая постоянная, ладно, ее можно из гравитации лечить. А вот эта вот материя пока провалится результат. Не получается. Да. А можно вопрос не в тему? А как космологическая постоянность связана с нулевыми модами? Вообще говоря, никак. Нулевые моды это то, что приводит к эффекту этого самого Казимира. Это не то. Здесь вам нужна, там эффект Казимира существенная граница. Здесь речь о локальном уравнении пишите, значит, граница при выводе уравнения у вас там эфирическая, как обычно. То есть когда вы уравнение движения выписываете, да, вы их варьируете, там хит слагаемые на границе выбрасываете, конечно, в оценке, если граница там присутствует, то она такая. Нет, это... Здесь, в принципе, в это место, если вы пишете локомерн-жан наивно, прям классический. У вас гравитация классическая, и с правой стороны дезорегимирки тоже классический. У вас дает склад, например, вакуумный средний хитского бозона, там, кварковый конденсат, просто еще что-то такое вообще говоря. Но все физические процессы, они вкладывают, вы не можете измерить, вот, как бы, это вакуумное среднее, как что-то, что вам... Уравнение движения, да, уравнение движения вас не вкладывает никогда константа. А здесь уравнение движения константа вкладывает. Поэтому это такая... Это только здесь. И если говорить о вот этой величине, то ее влияние видно только на масштабах очень больших, здесь вимерной однородной. А темную материю как бы видно в галактиках. То есть, если люди смотрят за галактиками... Ну, давайте это обговорим, это, в принципе, общее место, значит, есть. Вот этот dark matter компонент, значит, здесь есть вот это космологическое постоянное, и ее видят только в космологических наблюдаемых. То есть мы с вами будем обсуждать все теораты наблюдаемых, и вот из анализа таких космологических данных ее видят. Это очень большие расстояния, значит, я в Вселенной однородную датрублюсь сюда. А вот это... Ну, вот, как бы, нет, на самом деле, есть наблюдаемые, которые... Да, однородную датрублюсь, но есть такая вещь. Вот вы сказали, что если вакуум, да, то экспоненциально растем. Экспоненциально растем, значит, все разлетается вот так вот далеко, ну и все заканчивается. Значит, соответственно, чего у вас в перспективе? В перспективе у вас Вселенная, по идее, должна после этого выглядеть, как масса разрозненных... Зато возраст безмедичный. Да. Вот в этой стадии нельзя оценивать тогда возраст Вселенной как единиц на H0. Некорректно. Вот. Значит, Вселенная должна выглядеть как набор, ну, как бы, гравитационно связанных систем, которые одна от другой экспоненциально далеко. И так они разлетаются. А у них гравитационные системы, они не трогаются вот этим процессом. То есть вот мы, я не говорю, что там у нас галактики не разрушают. Мы находимся в некой местной группе галактик, и они гравитационно связаны друг с другом. То есть Вселенная расширяется, а эти ребята, они держатся. Они не участвуют в этом безобразии. Они так и останутся там. Но это будет такая локальная маленькая группа. Вот здесь вот мы там сможем научиться летать и так далее. Отхолонизируем этот кусочек. Но это маленький кусочек, там всего три больших галактики, немного маленьких. Вот. Да, посмотрите, значит, это чего означает? Вот скопления, они когда-то формировались. Значит, у нас в больших расстояниях действует только гравитация, гравитация только притягивает. У вас есть медленные частицы, галактики, скопления галактики и так далее. Они, в принципе, тенденция к тому, что они друг к другу пытаются притянуться. Если у вас есть система неоднородная, а у вас она неоднородная, здесь кого-то побольше, там поменьше. Вот тут люди голову склонили, у них гравитационный потенциал побольше стал. Вы туда потянетесь. Интересно, что они там обсуждают? И так и с гравитацией. У них более гравитационный потенциал, они туда потянутся. Поэтому, в принципе, рост структур происходит постоянно в Вселенной. В нормальной. Человеческой, в которой вот там доминирует материя. Но в Вселенной нечеловеческой, а в Вселенной, которая доминирует, это самое космологическое, постоянное. Где вы пытаетесь разнести на экспоненциально большое расстояние две гравитационные связанные точки. У вас есть окончание процесса формирования структур. То есть, вот в нормальной ситуации они, так сказать, двигаются друг к другу, формируются все более крупные, более крупные, более крупные системы. Теперь у вас начинается вот этот экспоненциальный рост. Он пытается две точки, которые так более двигаются друг на друга, специально большие расстояния разнести. Поэтому у вас есть окончание формирования структур. И люди видят вроде бы, они смотрят на скопление галактик, далекие видят, что они маломассивные, более поздние, покрупнее, покрупнее, и в какой-то момент все закончилось. У них нет больше масс, больших масс нет. И формирования нет, начиная вот, ну, группа эта увеличена, она дает момент, когда это все заканчивается. То есть формирование структур, а структура это все-таки локальные объекты, там, значит, заканчиваются, но вот в этом месте видно вот это влияние. А так, в принципе, вот эту штуку видно только на каких-то космологических временах и расстояниях. То есть темную материю, ее, в принципе, видно, помимо того, что ее видно в космологии, ее видно в астратистике. Значит, в астратистике ее видно, ну, в космологии, наверное, самое яркое влияние этой самой темной материи, она стоит в том, что у вас, то есть она ведет себя с марштабным пахом так, чтобы грет, да, то есть обычное вещество ведет себя так, чтобы вниз на опыту. Но вот эта штука, она делает следующее. У вас есть эритковое излучение, у вас есть анистрофия температуры эритковой излучины в профсфере. Так, по небесной сфере, а лучше, наверное, обозначить. Немножко разная температура, это на уровне 10-94. И возникло оно из-за того, что в эпоху рекомбинации, когда у вас, значит, протон плюс веществ, он образован, там, водорож, плюс протон, вообще, ну, водорож, убежденный, а у вас этот процесс, значит, завершился в разные моменты времени, в разных властях, потому что была разная плотность вещества, дельтеро-крового. Это дельтеро-кровое, это вот, собственно, оно определяет эффект того, что разница вещества. А после этого у вас Вселенная, до этого момента протоны, хотя бы не эритковисты, они не собираются вот в эти дельтеро-кровые скопления, потому что их распихивают электроны, они тянутся за электронами, а электроны распихиваются в потоны. После этого они начинают собираться в скопления, ну, как бы, тянуться туда, где дельтеро-кровый потенциал, формировать что-то такое, и вот этот дельтеро-кровый потенциал, который так, 10-4, оно начинает расти, 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 да, доставить единицы, и дельтеро-кровый что такое? У меня рот плотность энергии, я его расписываю как рот однородная, однородная, плюс единица, плюс, значит, дельтеро-кровый потенциал, это дельтеро-кровый потенциал, где-то побольше, где-то поменьше, а они маленькие, 10-4, когда у вас протоны перестали распилиться, они начинают вот так вот ползти в рационных потенциалов. И там увеличивается дельтеро-кровый, больше, 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 больше рационных потенциалов, а еще больше ползут. Это нестабильность, значит, типичная нестабильность, которая никак не устранится, из-за того, что гравитация всегда притягивает. И, соответственно, вам нужно, чтобы они успели зарасти до единицы, особенно выруйте экгалаты, всегда эта область перестает расширяться, она сама начинает рационировать, что там происходит, Ну вот, если бы гравиационные потенциалы были связаны именно с этим нашим водородом, с нашим обычным веществом, то времени, чтобы вот из таких вот 10-4 сформировать единичку к всему учению, чтобы не хватило, такая вот такая красивая картинка, что из ни однородности от темы сама, она не сошлась, потому что что-то из-за того, что вы придумали. А так у вас есть темная материя, которая мыслит в себе, что она в эпоху рекомендации не участвовала в этих процессах, и эти четыре темные материи, они уже собирали гравиационные потенциалы, формировали их, и потом уже водород, когда оказался нейтральным, его не распихивает, он уже двигался в этот гравиационный потенциал в подготовленный ген. Ну и вот тогда время хватает, и все отлично складывается, просто суперски. Поэтому вот темная материя нужна космология, вот для такого очень важного момента, чтобы успеть сформировать неоднородность. Соответственно, галактики скоплили в галактике большую структуру, которую мы видим в современной Вселенной. Мы видим ее и в современном мире, мы ее видим так, значит, нам нужно темную материю добавлять в галактики, в скопление галактик, чтобы объяснять наблюдение, которое мы делаем за движение вещества. Ну, например, в галактиках любимая история, это когда люди смотрят за движением звезд, откладывают скорость кофункцию радиуса и наблюдают что-нибудь такое. А вот здесь вот заканчивается видимое вещество. А должны были наблюдать вот такое вот такое. И это одно с другим не сходится. Вот я смыслу себе, что все галактики погружены в некое такое большое галон, элипсоидальное, состоящее из чистостерной материи. Профиль частиц темной материи, то есть плотность, как они распределяются с радиусом, в принципе универсально, ее получают люди, делая галактическая симуляция, например. То есть они записывают облако из частиц, которые сейчас в галактическом земле есть, и смотрят, как они эволюционируют. Ну, они выстраиваются там кто-то, значит, в центре, так далее, здесь имеется профиль. Он такой универсальный. И профиль отлично описывает, например, такую вещь. У вас бывают гравитационные линзы, сильные линзы. Когда у вас есть далекий источник, там какое-нибудь скопление галактик, но между вами и далеким источником другое скопление галактик, это вы. Другое скопление галактик. Другое скопление галактик искажает свет, который от того летит в вам. И вы видите несколько изображений на сфере. Вы контролируете, что изображения на сфере не от одной галактики, и у нее одинаковый спектр. Частоты не меняются, искажаются просто направления. То есть когда вы влетаете в гравитационное поле, у вас изменяется частота, но когда вы из него вылетаете, она возвращается на прежнее значение. Сфектр одинаковый. А картинки разные, и изображения разные. И по этому изображению вы пытаетесь установить гравитационную линзу. Это прямо такое уравнение, как у вас было уравнение неидеальной линзы или какой-то толстой линзы. Прямо в точности это уравнение. И по нему оно отлично восстанавливает эти все изображения. Если представить себе, что профиль распределения темной материи, в данном случае в скоплении галактик, в скоплении галактик тоже требуется добавить темную материю. Помимо того, что в каждую отдельную галактику запихнут еще темную в скоплении добавить. Отлично совершенно описывается. Вот этим профиль, поэтому народ вполне верит в то, что есть какие-то частицы темной материи. И они формируют вот такие вот гравитационные потенциалы. Но на самом деле, еще раз, что наблюдается, наблюдается не хватит гравитационных потенциалов. В одном и другом случае вы что делаете? Вы смотрите за движение звезд видимых. Движение звезд, звезды двигаются с гравитационным потенциалом, который состоит в самих этих звезд. Этого недостаточно. Вы говорите, нужно добавить что-то в гравитационный потенциал. Вы говорите, этот гравитационный потенциал, что вы добавляете? Познают вот такие хитрые частицы темной материи, которые вы не видите. То есть вот эта связка, она все равно, на самом деле, напрямую вы любите гравитационных потенциалов. Поэтому я говорю, что может быть гравитационным потенциалом. А почему считается, что у темной материи должны быть частицы? Есть какие-то, это у меня, показания? Сейчас, сейчас. С точки зрения, смотрите, у него какое свойство. Оно точно так же, как наши частицы залезают в галактике. Ну, то есть свет не залезает в галактике. Пролетел, у него не складывается в гравитационном потенциал. Эти частицы живут в галактике. Они собираются, коллокируются, то есть они проявляют свойства нефекистических частиц. Это один момент. Второй сюжет такой, когда эту компоненту добавлять в космологию, она ведет себя как компонента с налевым давлением. Дальше самое простое. Вы говорите, ну был бы у вас, я не знаю, Z-бозон нейтральный. Он же не нейтральный, Z-бозон стабильный. Как бы он себя видел? Да вот прям вот так, вот прям отлично, вот суперски. Вот это вот то, что нужно было. Ну, вы говорите, ну, наверное, с учетом, господи, у нас там 20 сколько там частиц в стандартной модели, ну, будет еще одна. Вот. И если вы такую штуку вставляете, дальше будет гравитационное уравнение, то все отлично сходится. Вот всякие есть проявления, вот это на разных масштабах. Смотрите, когда я говорю про галактику, я говорю, что вот тут такая вот история, нужно что-то добавить такое, вот в этом месте, там, преломить и так далее. Да, это значит, это размер, это размер, там, типа, килопарсек. А размер скоплений галактики, это, ну, сотни килопарсек. Поэтому если даже все представьте, что уравнение движения взяли, изменили, ну, вы ввели туда масштаб руками. Сто килопарсек. Вам нужен масштаб в другом месте ввести в виде 1 мегапарсек. Ну, понятно. Тут 100 килопарсек, там 1 килопарсек. Два масштаба уже в порядке. Масштаб можно устранить как расстояние, хоть как массу новой частицы, еще что-то такое. Но это фундаментальный параметр вовнержания. Вот. А здесь утверждение, что все это получается динамически, и фундаментального параметра вовнержания в виде массы мы не знаем. Мы знаем только, что вот нужно создать относительную плотность сегодня, чтобы это было кавариолом, там, фактор пятерка, или фактор четверка. А дальше естественным образом само получается, что в крупных галактиках и скоплениях у вас такой же фактор, как и во всей Вселенной. В мелких наоборот. У вас в темной материи больше, чем видимого вещества. И это все объясняется динамикой системы. Вот. Ну, просто просто. То есть, как бы, такое решение очень простое с точки зрения воспроизведения наблюдения. А так, может быть, как и такая идея стандарта. Ну, там есть разные кандидаты, но вроде пока они еще не находили всякие вимпы. Если бы нашли, ну, раз, если бы мы так это говорили, мы бы сами здесь вели, вот тут вот, там, я не знаю, плотность каких-нибудь метролина, все, не вопрос. Ну, конечно. Ну, что вот, нет, ничего не нашли. Хотя есть эксперименты, которые утверждают, что они видят. Да. Ну, нет. Значит, ну, ладно, давайте так скажем. Есть один мощный эксперимент, который 20 лет уже видит сигнал от темной материи. На кой эксперимент называется «Дама». Если на деле я не выскаживаю, значит, «Дама» это «Грассасса» в лаборатории в Италии, под горой. Значит, как ищут частицы темной материи, ищут их так, говорят. Но вдруг все-таки они немножко взаимодействуют с нами. Искать. Смотрите, вот эта штука отлично, вот все, что я сказал, суперски, отписывается частицам, которые с нами никак не взаимодействуют. Вы добавили новые частицы, но они никак с нами не взаимодействуют. Они участвуют в гравитационном взаимодействии, это не вопрос. Но больше никак. Тогда их проявление только гравитационное. Мы уже хотели это, и вот уже, вот и все. А тогда это уже дошли. Описывается. Но, конечно, там есть разные аргументы, мы с вами будем обсуждать модель системной материи. И эти разные аргументы, они, ну, в частности, говорят, ну, все-таки, ну, пусть они с нами взаимодействуют. Они, грубо говоря, сводятся к тому, что, значит, там есть натуральность и прочее, но давайте не с нами взаимодействовать. Если взаимодействовать, то как вы такую штуку увидите? Ну, идите через темную материю, которая в галактике летает так. Мы говорим, ну, слушайте, звезды вот так летают с каким-то профилем скоростью, да? Причем звезды летают? На больших расстояниях вот звезду держат только гравитацию. в виде электромагнитного нету взаимодействия, иначе мы с вами их увидели бы в астрономии. Поэтому они на больших расстояниях выглядят как частиц участвующих только эволюционных взаимодействий. Значит, они летают также с такой же скоростью в галактике. Ну, в галактике летают вот так, как обычная материя. Ну, тогда вы говорите, супер, значит, вы можете их ловить, то есть вы ставите этот реактор, охлаждаете его и ждете, когда кто-то полетает, долбанет по какому-нибудь атоматому или электрону или еще что-то такое, и это его там либо выпить, либо передать ему какую-то энергию, и дальше, значит, вы эту энергию собираете. Там есть разные способы экспериментально сбора такого рода сигнала, так люди ищут, и не находят пока. Так? Ну, если это эксперимент, значит, традиционная постановка эксперимента, она стоит следующим, что вы представляете себе, какие у вас, в принципе, есть фоны, у вас там это под горой, у вас там какие-нибудь, я не знаю, разон прилетает, нейтроны медленно двигают, могут кого-то вспомнить, там, я не знаю, космические лучи зарождают, не он имел там что-то такое, медленно, в конце концов, она это может пробануть, редко, но может, вот к этому мы приближаемся, значит, числительности, эти детали приближаются, и тогда, значит, люди пытаются все эти фоны вычистить, то есть у них, значит, такое, они говорят, вот, у нас здесь мы зарегистрировали какие-то сигналы, мы делаем вот такой, потому что вот это вот связано с такими фонами, это с такой, 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 а дальше открывают коробочку, а сам нет, ни одного события после этого, ну, нет ничего, а есть эксперимент Дама, который еще с конца 90-х годов, ну, начале 2000, значит, он, это самое, стал утверждать, что он видит сигналы, он не был в состоянии такое, так сделать, то есть он, часть фонов может вычистить, часть не может, у них как бы так вот, некоторые фоны, они представляют себе, что они есть, они их видят, но они их не знают, как с ними побороться, они говорят другое, смотрите, наша Солнечная система двигается там вместе со всеми, в галактике, но мы-то крутимся вокруг Солнца, поэтому иногда мы двигаемся, как бы, по волне, иногда против волне немножко, иногда в одном направлении, иногда против направлении, другим словами, у нас должна быть некая вариация сигнала, от чистой кинематик, он будет участиться с массой m, со скоростью v, но это передает энергию, которая зависит. И у вас есть некая вариация, связанная с сигнале, связанная с вот этой вот скоростью, так, летом и зимой должно быть по-разному, и мы будем искать вот такой сигнал, они увидят, на уровне 15 сигнал. Поэтому, в принципе, значит, народ, они даже утверждают, что есть много моделек, нестандартной физики, которая их объясняет, а не объясняет, почему другие эксперименты, нечезда они их видят. В конговом представлении, что у вас взаимодействие частицы темной материи и частицы детектора выглядят как, ну, описывается там, каким-нибудь, типа феймерского сечения, когда у вас нету зависимости от контактного взаимодействия. Этот результат перекрыт десятками экспериментов на многие сигналы. и кто не сказал, что такая физика, может быть, она как-то другая. То есть, может быть, у вас там какие-нибудь дальнодействия есть, еще что-то такое. Но это не было. Есть такой эксперимент. можно придумать модель, которая объясняет его результаты, и объясняет, почему другие не видят. Может быть, такая турная потеря есть. Вот. А так, как бы, никаких других пока, к сожалению, нет указаний. Да, я здесь на одной части. Нет, есть. Есть тоже. Значит, есть аномалии какие-то такие вот, но которые, на которые, просто это вот такой упиющий случай, 20-15 сигналов. Есть аномалии, которые выглядят так. Представьте себе, что у вас есть, что частицы взаимодействуют с нами. Да? Как-то с нашими частицами. Они в галактике летают. Встретились вдвоем, проаннигилировали в нашем. Вот такой сигнал еще. В космических лучах. И еще, еще сигнал, если у вас она затунула в солнышке, они подбираются в центре, концентрация увеличивается, они тоже там аннигилируют. Солнышко вылезает в основном нитрина, вот смотрит на нитрин и солнышко. Вот такой еще сигнал. Но, пока каких-то уверенных утверждений нет. Хотя и аномалий много и космических лучах. Там, где-то здесь, там, позитронов много. А тут, там, потом говорят, а вот у вас там пульсары есть. Пульсары не посещают вам такой сигнал. Астрофизика такая вещь. Ладно. Я не сам сюда привлеклись. А что же есть? Хорошо? У нас сегодня тоже две поры будет. Да. А в следующий раз у вас не будет пара. Ну, что космологически. Спокойно. Спокойно. Можно подключать. Пульсарфизик будет. У вас будет две, ну, с тех, которые здесь учатся, у вас будет две лекции с Саш Пайна. После этого? Нет, нет. На следующей неделе. Вот так вот будет две лекции. Саша Пайна будет рассказывать там классические переборочные понятия, наверное, или рекландские переборки. И то, и то. И то, и то. Супер. Просто супер. Так, смотрите. Что нам нужно из общей относительности? Вообще-то, вот есть замечательные книжечки, Ландау Икшица. Если говорить о таких вот каких-то формулах и понятиях, которые нам нужны, это вполне достаточно. Второй том. Есть книжечка Дуброва и Довекова-Фоменко, если хочется какие-то математические аппараты, вот именно такой, которые тут используются, кому-то нравится такая вещь. Есть, конечно, если вы собираетесь заниматься чисто гравитацией, есть огромные тома по гравитации, не вопрос. Есть замечательные лекции по общей теории, которые, там, Фейн, по-моему, которые так, с точки зрения физики, такую... В смысле, которые по фронтовой гравитации? Ну, по-моему, да, они так как называются, да. Но, я говорю, вот, значит, с точки зрения, нам нужен довольно утилитар, нам нужен просто аппарат, чтобы это дело описывать, да. Говорится, что... Вот мы с вами описываем какую-то систему и язык, который мы используем, в этом устране есть и так далее. Значит, в ней, если мы делаем замену переменных, общих вариантов, то есть общих координатных такой, то есть мы говорим, что у нас есть переменные координаты, да, наши xμ, мы переходим в x3μ, которые были функции этих предыдущих координат, ну и ничего нас от этого зависит не должно. Какие-то наблюдаемые и прочее, да, это понятная очень вещь. Вы, я не знаю, интеграл вычисляете, объем какую-нибудь, какую-нибудь фигуру, да, вы можете в одних координатах вычислить, в других координатах, это совершенно по-фигу, все одинаково. Значит, здесь тоже начинка речь, это такая геометрия. Тогда, естественно, описывать процессы, а мы с вами помните, когда мы ломережа встроили, мы говорим, вон, а здесь будет группа ловится, тогда нам еще, естественно, обсуждать величины, которые там были в варианте, и там к варианту преобразуется по действию этих самых генераторов. Здесь тоже, значит, она, естественно, рассматривающие величины, которые там правильным образом образуются при таких вот заменах элементов. Теперь у вас на самом деле это уже было, опять-таки. Даже если не было у вас такой геометрии, у вас, когда вы обсуждали многомерные интегралы, вы там замены переменных делали, у вас такой интегренный там возникал. Вы переходите за мной, ничего, у вас там отличный интеграл стоит, но вы переходите за одной системой как-то другую, и вдруг вам так у вас стоит там dx, а теперь у вас кто-то там да, ну вот он там у вас естественного образа появился, вы с ним и делаете. И это вот здесь тоже вот прямо к этому, значит, к этому сюжету здесь идет. Значит, нам нужно с вами написать этот вариант примеру, когда мы говорим о действии, да, у нас там интеграл здесь по от плотности килогрантов. И плотность килогрантов что же сделать такой, который бы у нас была и вариант относительно вот такого рода элемента. Значит, действие достигается формальным образом, удобно, если мы с вами вводим, мы говорим, что будем обсуждать в качестве величин, с которыми имеем дело, тендерной величины. Так. Значит, у нас бывают объекты, будут у нас объекты, такие, значит, с тендерными индексами, верхние индексы, будут верхние индексы. Так. Самая простая величина это скалярная функция F, F, N, X, которая при преобразовании переменных она переходит сама в себя, да? Вы что черным писаете? Это точка, это точка. Вы что черным писаете? Ой, извините, да. Хотелось как-то разнообразить цвет. Ой, друзья, вот здесь, смотрите, есть сейчас красненький. Красненький. Красненький есть, смотрите. Смотрите, тут есть. У нас есть одна точка физическая, какая-то точка A. И мы точку не трогаем, мы координаты меняем. Скалярная функция, там ничего не поменялось. А, значит, есть векторные функции, есть ковариантные-ковариантные вектор. Ковариантные это с индексом сверху или с индексом снизу? Ковариантные... А? Ковариантные сверху. Что? Снизу. Это ковариантные... Вот это? Да. А это ковариантные? Значит, как они преобразуются? Значит, вот смотрите, у нас X, мы делаем взамен переменных, переходим в какие-то новые переменные, X трех от Y. Значит, у нас есть такая вещь, которая выглядит как отношение. Dx трех мю по dx, а, мю. Вот такая. И это... Когда замены в переменах в интеграли делал, был такой... Ковариант преобразований, по-моему, да? Да. У вас. Ну вот. Значит, теперь смотрите. Теперь... Вот давайте у нас была... Была координата, да? И интересно, во что дифференциал переходит. Dx мю был, да? Значит, вот он переходит в dx трех мю, который мы естественным образом как-то не делаем. Ну, мы говорим, что это dx трех мю по dx мю на dx мю. Нет? Естественно? Естественно. Вот. Ну и смотрим. Значит, смотрите, координаты. Значит, у них вот здесь вот индекс сверху. И вот этот контравариантный вектор, это вектор, который преобразуется так же, как дифференциал. То есть, при замене координат, а, мю переходит в а, мю штрих, который есть dx трех мю по dx мю на а, мю. Так? Вот этот объект от новых координат, штриховных. Этот объект от старых координат. А точка здесь одна и та физическая. То есть, мы обсуждаем с вами, когда мы подставляем что-то, это вот речь о конкретной какой-то точке. Ой, я ее на руке, б, я не знаю. И так в каждой точке, да? Вот. Теперь вот этот второй объект, который полорядный, он преобразуется с обратным преобразованием. Можно говорить, что если у вас есть производная функция, то и так производная функция преобразуется. То есть, у нас а, мю переходит в а, мю штрих, да, а, мю штрих, которая есть dx, мю, по dx, ну, по dx, ну, по dx, ну, по а, мю, под x. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Они у меня, у нас всегда верхние, да? Мы, значит, вот эти координаты, у нас у координат индекс будет всегда сверху. Так. Я по этому здесь нарисовал. Мне хорошо. Да, здесь, сейчас, сейчас. И здесь штрих. Снизу штрих. Да, да. Вот так. Соответственно, можно себе представить объект, у которого несколько индексов, а С, там, мю и так далее, мю, дсрихиансы и так далее, какой-то количество вариантов, какой-то количество контривариантов. И когда вы делаете замены переменных, этот объект, он переходит по каждому верхнему индексу вот таким образом, а по каждому нижнему вот таким образом. И это, значит, tensor с каким-то количеством верхних индексов, какое-то количество индексов. Да? Теперь будем рассматривать такие объекты. Теперь будем эти объекты пытаться что-то использовать. Но стандартная вещь, которая у нас с вами здесь есть, теперь спорно обсуждаем Вселенную, кто-то куда-то летит и какие-то причины наводят. Да, у нас есть интервал между событиями. ds квадрат, который у нас, значит, ну и делал в Бутковском, как gt квадрат минус dx квадрат. Мы вот хотим его так феоритализовать, а это у нас переменные. То есть, если его записать в таком виде, g-menu dx-mu dx-mu. И тогда это объект, который будет человеческим образом преобразовываться. А g-menu объект с нижним индексом, он должен преобразовываться, но как здесь положено, по вот этому вот g-menu. вообще говоря, зависит от x, от k-menu, да, от x, переходит в x-menu, от x-menu, и вот по этой нашей с вами, значит, этому закону, да, это такой объект dx-ln по dx-mu, dx-lu, dx-mu, dx-ru, dx-mu, и здесь g-menu, и здесь g-menu, от x. Это называется металлический тендер. Соответственно, он нам что позволяет сделать? Ну вообще говоря, она позволяет с вами кавалитизовать вещи типа. Ну вот у вас есть, бывало там масса, не знаю, вектора такого. m квадрат, а ню, а, ню, а, подождите, сначала нужно слово обратную, обратную везти. Давайте обратную везем, потом мы будем консультацией. Удобно везти обратную, обратный к геометрическому центру объект, который определяет следующим уравнением. g меню на g ню ро, это здесь дельта ню ро. Значит, во-первых, можно показать, да, значит, это вот, значит, смотрите, да, сейчас еще замечание. Ну, конечно, если у вас есть тензоры, да, то сумма двух тензоров, это тоже тензор, произвение двух тензоров, это тоже тензор, да, и все такое. Значит, первый атакой объект, это символ королейкера, да, вовью, он у нас единичка, если они одинаковые, и нолик, если они разные. И, глядя на наклоны преобразования по верхней везти, по нижней везти, они обратные, да, и здесь у вас одна матрица, это обратная матрица. Понятно, что это штука тензоров, то есть, если я сделаю замену переменных, прямой на обратную матрицу, это не обратная ничка, он опять будет одним и тем же в каждой системе координат. Поэтому этот объект сам по себе тензор, ну, значит, это тензор, это тоже тензор. Так. Теперь он определен вот таким вот соотношением, то есть, значит, естественное определение обратного к объекту, это будет, значит, дельте символ. Ну, и такая штука позволяет, чего делать? Она позволяет поднимать и опускать индексы у каких-то объектов. Значит, для того, чтобы рассмотреть тензор C в методическом меню и взять его свернуть в G-миллианда G-ню-ро. Да, значит, G, понятно, объект, у которого, который симметричный, симметричный тензор, да, потому что мы, конечно, рассматриваем с вами ситуацию, когда переменные коммутируют. Ну, и для, кстати, размерности DR, который 3 плюс 1, сколько здесь независимых переменных будет? Независимых компонентов у тензора метрического? 6, симметричный тензор, да, не знаю, побольше, сейчас N на N плюс 1 по полам, N на N плюс 1 по полам, это сколько? 10, скажу. А мы еще не скажем, что он симметричный? Он должен быть симметричный. Ничего себе. не зря прошел что случилось там? радуемся ну сколько? 10? нет, должно быть а понятно как считать, да? кому непонятно? непонятно расскажите, чтобы было понятно кто-нибудь, давай хорошо, значит смотрите ну вот тогда можно опускать индекс и такую штуку превратить в объект, который называется цель-ам-дро у которого один индекс опущен это тоже объект который первый ну и так же с вектором если я возьму вектор а-мю умножив на ж-меню а это у меня будет объект а-мю так я опускаю индекс превращаю где-то в вариант и в контр-вариант если тут тензор, то это тоже тензор да? это мне позволяет что делать? это мне позволяет записывать ну вот величины типа вот у меня был вектор да? масса вектора была а-мю а-мю вот так вот написал значит ну теперь вместо этого объекта я говорю, окей мне нужно написать вот такой а-мю 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 ж-меню и это будет элемент моей маркл-гриджа он будет инвариантен относительно вот таких вот близких да? то есть свертка 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 с назаров по всем индексам а свертка с назаров по всем индексам дает мне скаляр то есть вот такой объект при замене координат он у меня остается инвариантом но можно в этом убедиться взяв вот такое произведение а-мю а-мю б-мю так вот такой вот видите что это скалярс ну сделать это несложное преобразование тут понятно, да? у вас этот объект преобразуется с такой вот матрицей этот объект преобразуется с обратной матрицей они у вас друг на друга замыкаются и дают единичную матрицу да? поэтому это инвариант собственно в этом и стоит но и тут просто говорить что смотрите я могу обойтись при записи одними по-вариантами только одними по-вариантами например векторами используя матрицу обратную к метрическому цензору да? с верхним индексом я могу это написать что это а-мю б-мю 날 естественно у меня есть мнение векторов да? я Я думаю наверное, что там у нас есть векторные бозоны да разные я бы думал наверно, что они все либо по-вариантные либо контрыв вариантные ну и тогда их вот так вот естественно вот здесь сделаете значит отлично это мы с вами научили сделать теперь что нам да теперь значит что нам еще хочется научиться делать нам хочется да теперь мера Мера у нас с вами Итак, мы с вами все кусочки в Агранджане, там, где просто стоят вектора или по крещу, мы так отписали. Теперь нам с вами хочется меру написать. И мера здесь такая. Значит, вот вводится объект, который называется интерминантом матрицы Жеменюк. Теперь смотрите. В случае Минковского пространства, естественно, сюда вкладывается, если в качестве метрики Жеменю взять это меню. То есть, если взять здесь, в качестве Жеменю, взять Жеменю, это меню, в котором есть диагональный объект, 1, минус 1, минус 1, минус 1. Все отлично, здесь и так будет все работать, замечательно, суперски. Ну и дальше мы понимаем, что, смотри, даже если мы работаем в Минковском мире, Минковский мир, это что такое, у нас время и пространство, и в Клидово. Ну и в Клидовом пространстве, а плоское, все отлично, хорошее, мы там можем с вами делать всякие страшные вещи, можем замены координат делать. Примочистить какие-то, там, сферические координаты, мраль, татры, дальние, еще какие-то кризисы. Если вы через них будете записывать чего-то, будете все увеличивать Клидово. Но это по-прежнему плоский мир. То есть, замены координат вы, конечно, физически не изменяете. Но там удобно это делать. А в случае с Лоренцевой вот этой вот штукой, ну, что вы обычно делали, вы там бусты всякие делали. Да, там, перейдите в систему координат, которая там как-нибудь что-то такое делается. Если говорить про наш выбор, который мы с вами описываем, решающийся вселенный, сказать, ой, ребята, ну вот модификация у нас минимальная. Мы говорим, что dt квадрат минус а квадрат dx квадрат, и это нам отлично описывает однородную вселенную. Это означает, что жминю, которую вы выбрали здесь, да, это диагональная матрица, единичка минус а квадрат минус а квадрат минус а квадрат, правильно? Да. Как будет обратная матрица выглядеть? Жминю с нижней митрикой. Единица 1 на квадрат, 1 на квадрат, 1 на квадрат. Точно. Значит, она будет выглядеть как единичка минус единичка на квадрат, минус единичка на квадрат, минус единичка на квадрат. Ну, такая все отлично, очень понятна эта система, да? Но эта штука нам говорит, что мы можем любую замену координат сделать, превратить эту штуку в самую любую гадость, и будет по-прежнему, когда мы уравнение все правильно опишем, у нас все по-прежнему будет так же хорошо, когда мы вытащим физическое наблюдание. Все то же самое будет. В частности, можно сделать буст в этой системе. И метрика ваша будет такой кривой, у вас будет аэнстрагия, только какого-то вектор, вы сделаете буст. Будете в такой системе считать, ничего не изменится. Появится какой-то обычный фактор, но когда вы наблюдаем его обычные дела, этот фактор лишний пропадет. Да? Буст даже физически, если говорить про нашу систему, как про лабораторную систему, мы двигаемся относительно директорного излучения в какую-то систему. Мы движемся относительно системы, в которой редковое излучение однородной дотропы. Вот так формулировалась какая-то система, как она называлась, инерциальная, самая правильная. Вот-вот-вот. Мы относительно этой системы двигаемся, а схоже здесь минус 3. Поэтому наша система как раз бустована по отношению к этой. Но мы на это дело, конечно, забиваем. Да? Это значит, задним числом уже из данных выкидок на нейтропию. Вот. А так, ну вот замечательно, красиво, очень простое вид. Ну, в общем случае вот такое. Можно сделать любую замену координат, все будет так же и хорошо. В данном случае замену координат можно делать статусуясь вот этому же меню, То есть он делается вот такое вот, а вот здесь вот это нашу меню стоит, такой простой, а здесь вот черт и чего. Ну и будет черт и страшное как выражение, тем не менее, если его с ним работать и работать, в конце концов, он, друзья, будет такая же, как в той системе. Естественно, выбирать простой системе. Вот. Так вот, значит, детерминат матрицы Живью. Ну, тут еще есть некие оговорки. Оговорки связаны с тем, что вот у него, у этого матрицы, или этот детерминат, да, у него, значит, ну, матрица одно положительное, три отрицентных собственных значения. И когда мы с вами делаем всякие замены переменных, и прочее, ну, они какие-то должны быть, человеческие, и эти, да, человеческие, то есть, ну, понятно, да, если мы делаем такую замену переменных, у нас были с вами координаты x, y, z, а мы переходим в 0, 0, 0, 0, 0, 0. Да, то есть, конечно, мы с вами, ну, это нечеловеческая замена координата. Но в данном случае еще есть дополнительное ограничение, помимо того, что мы не должны убивать координаты, В принципе, мы должны с вами сохранять вот эту вот сигнатуру. То есть у нас одно положительное собственное значение, три отрицательного. Соответственно, детерминат, он отрицательный. Поэтому вот вводят такое определение, минус g, альфа-говор, принц его нужно называть, соответственно, g положительное. Но утверждается следующее, что вот такая величина, d4x, корень из минус g, является инвариантом при замене переменных. Приверчих вариантов замене переменных. Ну и, соответственно, тогда, когда мы с вами обсуждаем действия, а действия мы обсуждаем, как мы говорим, о, мы берем интеграл d4x, а здесь у нас плотность в один угол. Это у нас должен быть инвариант, скаляр. Ну, и мы научились с вами строить скаляр. Вот. А теперь это еще должно быть тоже инвариантом. Потому что d4x сам по себе при вот такой замене переменных, вот такой вот замене переменных, он вообще-то во что-то перейдет. Там вылезет этот самый никобиан. Да, в частности. Но вот хочется, чтобы никобиан не вылезал. И если посмотреть на то, как преобразуется g, то видно, что вот отсюда, вот, значит, из этого места вылезает никобиан, а g преобразуется как два никобиана. Потому что по двум нижним индексам, да, вот никобиан, вот никобиан. Ну, квадрат от него как раз и сокращает тот самый никобиан, который стоит там. d4x это у вас контр-вариантная штука, там стоит dx-4x по dx, а здесь у вас ку-вариантная, да, по двум индексам. У вас стоит dx по dx-4x, и как раз оправда, то есть и сокращает, и остается одинаковая запись в любой системе координат. Вот, поэтому обобщаем мы с вами действия, введя вот такую вот эту вариантную мерно-дубрирование. Ну и, соответственно, если вот этот пример рассматривать, он здесь представлен, да, то действие для него, в кусочек, оно будет такое. d4x по dx-g, а здесь будет, ну, m квадрат а-ню, а-ню, g-ню. Вот этот объект, который в правильной случае зрения общей твериотносительности. И с ним можно работать. Нам, ну, хочется динамику, но мы сейчас с вами будем эти самые обсуждать произвольные, как говорится, вариантные, да, но уже здесь видно вот эту историю, что плотность энергии гравитирует, потому что, понятно, да, что вот в этой, в такой попытке описать гравитацию, те переменные, аналоги, там, вектор потенциала или скалярного поля, которые здесь отвечают за гравитацию, это элементы вот этой вот замечательной матрицы g-меню. И если говорить о получении уравнения движения, то нужно будет по этому же условному g-меню варьировать. А тогда мы с вами сразу видим, что нитериальный вклад получает от самой простой записи, которую вы можете себе представить. Значит, здесь 4, корень из минус g, а здесь будет константа. Вот это та самая космологическая постоянная, а вот здесь корень из минус g. Если вы варьируете по g, эта штука дает ненулевой вклад. Она дает вклад, ненулевой вклад в уравнение движения для гравитации. В уравнение движения для обычных паренок, в уравнение движения для обычных паренок, в уравнение, все нормально, обычная физика интервуруется, а в гравитацию вклад дает постоянное гравитирование. Вот в этом как бы такая техническая проблема. Оно прям сразу получается, как только вы такие слова проговорили. Причем она получается на корню, вы сразу захотели, у вас выходили, чтобы была инвариантная плотность, инвариантная мера. И константа инвариантная, вы все равно, в меру вы засунули динамическую перемену. После чего у вас сразу постоянная плотность гравитирует. Этот кусочек, теперь если вы на этот кусочек посмотрите, вы можете говорить, что этот кусочек у вас пришел чистой гравитации, из гравитационного как бы какого-то там действия, а можете сказать, что этот кусочек пришел из физики и частиц, потому что эти физики и частицы у вас было, вы проходили этот самый хиксовский механизм? Нет. Это спонтанное нарушение севетрии. Спонтанное нарушение севетрии, хорошо, а где модель хиксов? Дихри там в чем? Нет. Нет? Еще. Дихри в чем? В каком там? Жидком? Но в жидком гелии есть, да, с секцией кучки. Не нулевое, а вакуумное. Да, да, да. Смотрите, значит, там... вот дрожжов, давайте, не паницем. Да, а то это... у кого-либо пойдем в скалярное поле с лагранжаном одна вторая забыли про гравитацию деми-фи минус лямба на 4 и квадрат минус 5 квадрат в квадрат да он выглядит вот так да смотрите у вас лагранжан инвариант относительно за 20 метров фи на минус фи правильно инвариант теперь если вы рассматриваете маленькие значения полей то вы естественным образом живете либо вот здесь либо вот здесь другими словами вакуум у вас выражен дважды выражен вакуумное значение поля фи оно либо плюс либо минус 2 верно? вакуумное значение при замене фи на минус фи переходит одно в другое то есть вакуумное вакуум не вариант относительно такой симметрии ну в принципе значит вот такого рода потенциал он в стандартной модели частиц отмечает за появление масс у частиц частиц стандартной модели потому что я сейчас напишу вот здесь взаимодействие юхавского вида константа юхавская назначили фи а здесь будет тысяча фи это фермионы так то в ситуации когда фи получит ненулевое вакуумное среднее либо вот это в этот минимум вот здесь появится юхаву умножить на вакуумное среднее и это массы фермионов мыслить о себе что вот такой механизм ответственно за появление масс у всех элементарных щенков стандартной модели а здесь а куда там еще раз масса может появиться у фи же уже есть масса а ну слушай вы объясняете почему фи разбирается масса нет речь о получении массы фермион изначально нет массового члена фермиона фермионов нет а когда фи получает ненулевое вакуумное среднее если вы сели в этот вакуум или в этот вакуум то у фи есть ненулевое вакуумное среднее оно определяется на букву qv ну и соответственно масса фермиона юхава умножить на букву qv у т-кварка юхава единица а в 246 у т-кварка юхава единица ну там поле звука 175 г у электрона 10-6 юхава масса 05 м но все эти массы они таким механизмом где что появляется но в данном случае в отражании стоит букву v руками зашиты 246 г и сама по себе v вот эта сама по себе v оно как бы если вы будете вычислять чего-нибудь я вот сюда к этому вот если это разложу в ряд у меня здесь появится смотрите лямбда на 4 в 4 в 4 в 4 могу сюда написать плюс лямбда на 4 в 4 так на поиске минимума это никакого варианта не окажется то есть константы слагаемые а на то то синергии тоже а не и там константы можно добавить может быть но теперь если мы смотрим вот сюда и говорим что х мы все должны сделать так мы должны взять л вместо d4 мы сейчас d4 исходим из минус g то смотрите если vl мы вот здесь напишем это слагаемое или не напишем его с точки зрения уравнений гравитационных у нас с вами появится вклад порядка v4 в плотной стене или не появится да то есть он как бы он будет оказывать влияние или не будет с точки зрения частиц это фиолетово с точки зрения гравитации это 100% существенно поэтому в этот вот сюда в этот трактологический постоянный можно дать просто чисто гравитационный вы говорите я сейчас буду писать действие гравитационное здесь будет какая-то функция варианта правильно красивого мы с вами будем ее обсуждать ну мы представляем функцию в виде расположения в ряд нулевое это константа она должна быть вот а можно и съесть вот такая штука это и так и вариант все дела теперь мы делаем вот такой вот и в лямбду приходит из любого кусочка частиц в какую бы константу ни писать вот когда вы сегодня написали плотность энергии через гв на сантиметры кубические я еще хотел чтобы вы написали через гв в четвертой степени я написал сколько там было что то десять минус сорок седьмой вот значит десять минус сорок седьмой да говорит десять минус сорок седьмой на на 10 минус 11 электрон вольт можно сделать наверно так я напишу сорок здесь десять минус три электрон вольта а это четвертая степень вот так это рок-ридическое смотрите энергетический масштаб который у нас бывают физические частицы это масштаб каких-то взаимодействий частиц масс еще чего-то вот здесь соответствующий энергетический масштаб который вы ожидали от сюда вот здесь вот здесь вот такой стороны масштаб все масштабы которые у нас есть они все много больше этого даже масштаб масс нитрина кто занимается нитрином вот он все равно все равно больше чем вот этот масштаб тем не менее не нулевое какое-то слагаемое вот это такая загадка как такое что-то получили мы в этой вселенной непонятно проблему психологическим стаямом называется вот к ней можно присовокупить что это у вас древес вы можете вычислять квантовые поправки в частности квантовые поправки энергии вакуума а когда вы вычисляете дело эти квантовые теории поля вы на них сокращаете вы такие всегда две точки берете или там когда пишете там колосс на сумму вы нормируете да вот а здесь она вот прям вот живая и тоже дает вообще говоря дает вклад честное дело не очень понятно тем более что она не нулевая ладно нулевая она и главное нулевая проблема вот есть такая проблема как все вновь скратилось ну ладно а вот тут она и нулевая и это совсем странно так хорошо вот это мы с вами обговорили это мы с вами обговорили теперь мы с вами должны ввести не ввести а должны ввести динамику то есть вот эти у нас с вами лагеринжаны как устроены значит у нас если мы просто напишем какую-то функцию просто одного поля да тогда вариация по полю ну дает нам уравнение движений которое выглядит не очень симпатично то есть грубо говоря это динамику нужна какая-то кинетическая составляющая нужно чтобы где-то были в одной точке и в другой точке разность кинетической мягкой соответственно нам нужно с вами научиться вот в этой науке обобщить то что в обычной называются обычные проигоны у нас есть одна вторая динами-фи динами-фи мы довольны мы это делаем то же самое ага тогда у нас минковский диню-фи диню-фи это меню и нам теперь хочется что-то такое сделать так что-то такое хочется сделать ну сказав что ага вот здесь вместо вот этого нам бы хотелось написать же меню вот так да интервью интервью в том что мы с вами здесь вводим дифференциал динами-фи так каш объект который нам говорит об изменении поля-фи от одной точки да у нас здесь координатная сетка это время и три пространства поэтому у нас тут есть тоже четыре производных от одной точки к другой точки так и нам нужно определить такую производную для любого тензора мы с вами оперируем тензорами да значит нам нужно научиться определять производную тензора здесь есть некая сложность да значит ну для скалярной частицы какие бы требования производные сейчас давайте сейчас это у нас было у вас была какая-нибудь геометрия кривого пространства такое ковырятную производную сделаете да нужно ковырятную производную сделать конечно но то было у кого-то а у кого-то не было так нам собственно с вами ничего не нужно нам нужно вот это потом мы с вами введем эти зерры и напишем уравнение простейшее действие и на этом все закончим вот нам ничего такого особенного не надо но тем не менее ну вот значит нам нужно ввести с вами производную так и производную вот у нас если есть тензор какой-то хитрый объект нам нужно научиться его производную в чем тонкость тонкость в том что до этого момента мы с вами всегда писали все в одной и той же точке а производная предполагает что у вас есть две точки там точка b и и чтобы сделать производную ну помните вот в школе там производная вектора да как вы там не производная вектора значит вам нужно сначала разность векторов дать потом вы говорите окей значит разность векторов в двух инфинитизимально близких точках да и тогда в пределе это вот есть производная значит то для этого нужно ввести разность векторов которые в разных точках живут и говорилось так что вот у вас здесь есть один вектор живет вот здесь у вас есть другой вектор живет чтобы найти разные двух векторов нужно их параллельно перенести либо из первых во вторых во вторых то есть научиться делать параллельный перенос ну и на плоскости вы говорите еще что-то как говорится вот он вот он параллельный перенос и тогда разность векторов это есть вектор приведенный одного к другому а потом мы говорим с вами вот это вот расстояние мы с вами вот это расстояние dx мы с вами уменьшаем к нулю и тогда дельта вот этого вектора я не знаю а бета да поделить на dx это и будет наше у нас по определению соответствующий производный вектор а сложность в том что когда у вас кривой мир вы можете по-разному вообще говоря перетаскивать как бы вектор ну традиционно это иллюстрирует представлением о футбольном мячике на зенит мячика да зенит мячика зенит мячика ставится представьте что вектор торчит куда но вы можете вдоль поверхности вот так вот его купить туда зенит на них можете вот так всякий раз у вас будет касательно плоскости все хорошо вроде бы но тут он у вас вот так будет торчать после такого параллельного переноса после такого параллельного переноса ну соответственно по крайней мере нетривиальными конференциями. Я согласен, что когда я такое сделал и такое, это не минимальный оборот совсем. Но тем не менее, смотрите, нетривиально, что я и в этом случае поверну его, он перейдет сам в себя, когда я полный оборот сделал. В этом случае я сделаю полный оборот, он перейдет сам в себя. Но результаты по ходу моего преобразования совсем разные. Поэтому вообще говоря, есть с чем обсудить. Правильно? Так. Ну и как люди, которые общие теории относительности изучали, вводят ковариантную производную? Расскажите. Или параллельный перенос? Как мы будем? Ну, надо сделать так, чтобы объект преобразовывался как мега, как ковариантную, как вектор. Так. Значит, одна вещь. Значит, сейчас. То есть, чего вы говорите? Давайте сначала определим, вот, если у нас здесь был вектор какой-то, давайте, кого будет ковариантный или кто-то ковариантный? Ну, у нас производность нижней, поэтому это будет ковариантный. Хотим, ковариантный. Вот такое сначала хотим. Хотим, вот у нас есть амил, он у нас в этой точке был. А вот здесь у нас теперь будет вот этот амил, он в другой точке. Мы штрихами обозначаем объекты в другой системе координат. Мы сейчас не про систему координат говорим. Да? Смотрите, мы сейчас не про систему координат говорим. Мы говорим сейчас про другую физическую точку. До этого у нас с вами было, мы все определяли. Вот эти все законы преобразования. Тут разная система координат, но с точкой физически одна и так. Просто другие, другие, другие перемены. Здесь мы сейчас с вами говорим, что чтобы такую штуку нам написать, нам нужно учиться и их переносить в физический пространство. Это разные физические точки. Ну давайте, вот, значит, теперь у нас есть амил с волной в точке, так, а тогда здесь нехорошо. Давайте, чтобы не штрих будет, а у нас волна будет. Давайте, чтобы была другая точка. Волна. Вот, значит, вот это вот и хотим определить эту вещь. Мы, во-первых, хотим, чтобы он был тендером. Ну, вектором, да. Ну, да, да. Смотрите, мы будем на примере, конечно, вектора делать, но понимаем, что по каждой переменной такую штуку можно потом будет накрутить. Конструкцию, которую мы получим, для вектора будет выглядеть не очень страшно, не симпатично, но не очень страшно. Но если представить себе такую конструкцию записанную для тендера с комплективом вектора и 18-ки нижнем индексе, она, конечно, выглядит отразильно. Давайте. Значит, так, что хочется такого переноса? Значит, смотрите, можно смулировать, просто по-разному можно делать. Можно так довольно вульгарно смулировать. Во-первых, хочется, чтобы когда вот это вот расстояние было равно нулю, он был сам себе равен. Да, и в случае Бронского пространства было бы обычной производкой. Тогда говорится, что, значит, здесь вот должно быть такое, значит, амю от Б, да, плюс кусочек, который линеен по этой штуке. Это первое. Сейчас о чем мы поговорим? Это не конец, конечно. Мы говорим, что у него вот такое, и к нему пересолокопили вот вот такое. Тогда д-х к нулю, это все переходит сам в себя. Дальше говорится, а теперь хочу, чтобы если я вектор, перед тем, как переносить его параллельно умножен на пятерку, параллельно перенесенный вектор тоже умножен на пятерку, поэтому называется какая-нибудь, не ассоциативно называется какая-нибудь, ну, какая-нибудь дистрибутивность, что? В общем, умножение, я хочу, чтобы умноженный вектор сначала умножил, потом перенес, и сначала перенес, потом умножил, было одно и другое. Она, в принципе, линейная, если сейчас. Тогда, да, с точки зрения буквы, это значит линейная, точно, она линейная по букве А. Ну, окей, я, значит, сюда пишу Амю В, тогда. Ну, и дальше говорю два индекса, нет, виноват. Не Амю, конечно, а вообще говоря, А, лямбда какой-то. И дальше я говорю, ну, здесь вот два индекса висит, там у меня один, поэтому эта штука Далфан свертывается в чате таких, который несет три индекса. Плюс гамма, ну, че, ню, лямбда, ню, вот так вот. Да? Нет, наоборот. Ух, конечно. Да-да-да, конечно, конечно. Плюс гамма, всегда один индекс нижний, один верхний, правильно. Вот, вот так. Окей. И при такой записи вот этот символ, это какой-то символ у нас. Вот этот символ, да, какой-то символ. Он нам просто позволяет свернуть эти индексы. У нас нету, то есть, мы же ее записали сейчас с вами из каких-то таких соображений общих, да? И вообще, говоря, такие символы, они остаются, их как-то называют символы связности, или символы Кристофеля называются. Да, вот, конечно. Символы Кристофеля. Одна F, по-моему, F одна. Как вкусовщина, что-то, понимаешь? Да ладно. Окей. Ну, да, значит. Значит, 2 на минуту, да? Ты еще шефей, я не перенюю. Вот. Ты просто стоишь. Окей. Значит, символы Кристофеля. Смотрите, это тоже, значит, объекты, они нечислили точки B, да? Вот, и это я определяю, это этим образом, я говорю, вот там у меня строится вот этот вектор по вектору вот в этой точке. Сейчас, тут мне нужно посмотреть, наверное, если я хочу. Вопросы, знаки этих символов. Ну, можно плюс, можно минус написать, ведь на этом вот таки совершенно не важно. Да, у обратного будет, конечно, другой индекс. Да, ну ладно, сейчас мы, давайте пока стадим, знаки, просто, значит, смотрите, вот тут вот начинает, есть некое, некое различие, если говорить о учебниках разных книжках. Это определение. Можно по-разному ввести, можно по-разному ввести вот здесь, другой знак нам написать, и обозначать такую букву и другой символ. Мы с вами тогда увидим, что для другого вектора, значит, с нижними индексами, да, у нас для вектора с верхним индексом здесь будет другой знак. Там будет такой же символ, но будет другой знак. Вот. Ну, это увидеть можно, например, так. Вот мы с вами говорили, что вот такой объект, он скалярный. Да, то есть для него параллельный перенос, но это как бы он сам себя переходит. В этой точке он такой, но кто и такой же будет. И тогда, если мы для буквы B напишем что-то такое с каким-то символом гамма с червячком и перемножим в одно на другое с той точки и в этой точке, да, ну, видно будет, что гамма с червячком равна гамма с другим знаком. Тогда они сократятся, все будет хорошо. Вот. И, соответственно, это просто выбор, у кого гамма будет, у кого называть, какими, какими, перестать, у кого с минусом, у кого с минусом. Вот. И также вот с этой историей я выбрал здесь метрику, у которой первое элемент положительный, а остальное отрицательный. Часто, особенно в галлюционных книжках, наоборот делают. Почему? Потому что, в принципе, само по себе многообразие, трехмерное, многомерное и так далее, как пространственное многообразие, оно тоже интересно, оно кривое. И если вы выключите время, изучайте просто это многообразие. Работать с отрицательным, полностью отрицательным глупость какая-то. Поэтому в галлюционных книжках часто, наоборот, у времени отрицательное обстоит, а здесь все положительное. Я, кстати, не помню, он, давай, вышли там. Его один. Окей, то есть, просто бывают разные истории. Это я к чему говорю? К тому, что, когда вы решаете какие-то задачи, например, какой-нибудь вопрос, там, вы учебник открываете, там какая-нибудь формула такая уже, ну, обработанная. Не всегда ее прямо так можно взять, на ее нужно посмотреть, может быть, переменные, которые там написаны теми же буквами, они по-другому определяли, поэтому у вас будет что-то другое. Оливейный пример такого рода, это, опять же, Ландау и Лившеттс, книжечка по электродинамике. Там же Лагранжана нету. Это четвертый том, что это? Чвертовый, квантовая электродинамика. Там же Лагранжана нету, как вы знаете, тогда что состоит в вершинке. И там традиционно это 4П, которая, значит, ну, Е квадрат, значит, не 4П, не квадрат. Да, за что у них там тонкая структура очень классная. Ну, и, соответственно, когда у вас процесс идет, например, даже два в два, у вас две вершинки, четверка в сечении, и если вы 4П поставили или не поставили, вы ошиблись сто раз. Так, ладно, значит, теперь мы с вами научились параллельно переносить, да? И теперь мы с вами можем определить этот замечательный вариант для производства. Значит, мы что берем? Мы с вами берем А, Мю, Значит, мы с вами хотели определить А, Мю вот здесь, В с волной, да? А, Мю, В с волной. Сейчас мы перенесли. Мы хотим А, не брать. Мы с вами хотим А, Мю. В точке В с волной, минус А, Мю с волной, вот в этой точке В с волной, да? Значит, у нас с вами был вектор, живой, он здесь был. Давайте я куда-нибудь в сторону нашли, вот он у нас был с вами, А, Мю, в точке В с волной. А это мы с вами вот это перенесли сюда, да? Вот, теперь мы можем взять равность. Эти двух векторов. И по этой формуле, да, это у нас с вами есть, что такое, значит, это будет у нас с вами, сейчас, это мы с вами научились, тот вектор, не, нам такое не нужно, нам нужно оборот, правильно? Нам нужно, наоборот, В. Сейчас, мы с вами что, научились вектор 1 переносить сюда, ну или наоборот, это у нас связь двух векторов. Поскольку у нас здесь в одной и той же точке, мы тоже должны взять в одной и той же точке, да? Нам нужно с вами наоборот, тогда это дело определить. Надо так писать, да? А, Мю, Б с волной минус А, Мю, Б, и А, Мю, Б с волной. Мы же с вами хотели вот этот вектор, да, из этого века вычесть вот этот. Вот такой он должен быть, правильно? Да. Мы, собственно, хотели, в разных точках мы и хотели. Вот, а теперь за счет того, что мы вот здесь вот это вот получили, да, мы видим, что вот это вот наше определяет, как бы, вот этот вот кривой дополнительный кусочек, верно? Так, ну и, соответственно, теперь, если мы с вами определяем эту вариантную несчастную производную, Д, Мю, сейчас, вариантная производная один из нижней будет, да? Лябда мы используем, Ро, Ро, А, Мю, да? Д, Ро, А, Мю, а здесь у нас с вами Гамма, Ро, Мю, Лябда, А, Лябда. Вот так вот, правильно? С индексами, да. Сейчас, индексы я правильно разобрал? Да. Правильно? Или нет? Индексы. Сейчас, вот, сейчас знак. Смотрите, нам нужно с вами разделить его на эту штуку, да? У нас есть обычная производная, связанная с тем, что у нас ДХ изменилось, и такая производная. Понятно, что если у нас с вами скалярная функция, просто это Фи, у нее нет индекса. Вот этого слагаемого нет, и мы с вами получаем вот это вот, что производная скалярная функция, это обычная производная. Да? Которая есть по определению, это Фи мы взяли в точке В, там, минус Фи в точке В с волной, да, поделили на расстояние между В и В с волной, да? Вот, знаете. Ну вот, а значит, с учетом вот этого истории, для объекта, вот такого В мю, да, он будет ДРО В мю плюс ГАМА РО мю лямбда В лямбда. Ну, вроде так. Вроде так. Теперь, вообще говоря, вот эти гаммы, которые здесь возникают, они тянутся за нами. То есть это независимый, некий независимый элемент, который из первых принципов нельзя определить. Некие дополнительные требования, их нельзя определить, они также дополняют геометрию, как, я не знаю, ну, если, как бы, как этиологические характеристики, да? Или на этом языке, как символы Кристофика, символы Минько, символы метрики, да, металлический дезор. Но люди, конечно, от них пытаются избавиться. Ну, в смысле, упрощают себе жизнь. Так. Упрощают себе жизнь они так. Я не знаю, или вы с Кристофиками жили. Упрощают они жизнь себе так. Они говорят, значит... Сейчас. Они говорят такую вещь. Сейчас сообразим. Говорят, что все в Минькофске, и поэтому Кристофили нули. Нет. Нет, нет, смотрите. Кристофили... Сейчас, сейчас. Кристофили не нули в Минькофске. Смотрите. Пространство может быть Минькофским. Но Кристофили, они не тензоры. Да, вот смотрите на эту запись, которая у нас здесь получилась. Вы бы сказали, что вариантная производная, все дела. А вот это вот объект, это просто производная. Когда у вас происходит замена переменных, этот объект, он нитериально переходит на себя. И вот этот объект тоже нитериально переходит на себя. Здесь это не есть сумма двух тензоров. Галл и нитерна. И в этом смысле, если вы его вычислили в одной системе отсчета, а потом вычислили в другой системе отсчета, они вполне разные. Ну вот, смотрите, у вас есть обычная ликвидовая система координат. А вы переходите к фирической системе координат. И там у вас переменная х1, х2, х3. А здесь у нас переменная ρ, θ, φ. Если вы пишете производную по переменной ρ, она у вас весьма нетривиальна. По переменной θ, тем более, даже из размерных соображений, где-то войдет единица на ρ. И если вы посмотрите на те производные, которые у вас получаются, там я делаю замену перемен, и там, если вы вводите депо-доро, то вы увидите, что эта запись в точности вот такая, общая. Но здесь появляются вот такие слагаемые, а это слагаемые, это вот эти вот русские символы Христофеля. Они не указывают на то, что многообразие как таковое у вас кривое. Оно может быть плоским, просто вы выбрали такую систему координат, в которой вам удобно записать уравнение, разделяется еще что-то такое. Это не есть, наличие Христофеля не есть указания на кривизну мира. Это наличие, это просто указание, что у вас система координат, так сказать, клевает. Она, это может быть... Нет, а почему? Вроде же нет. Потому что Христофеля можно там через кручение пространства, по-моему, как бы определять по-другому, через правильный перенос. Сейчас, на счет кручения пространства. Значит, смотрите, давайте, наверное, так. Значит, задачка, не заселивая, найти закон преобразований. Вот этих символов Христофеля замечательно. Гамма, мю, Руаляна. Ну, это делается просто, вы знаете, что это у вас вариантная личина, мы ее так сами построили, да? Значит, соответственно, преобразуется там как тензор. Вы можете сделать замену координат и посмотреть, во что переходит в укский гамма. Знаешь? Ну, кстати, если это тензор, то как тензор? Нет, конечно. Потому что это символ двух объектов, не один из них тензор. Но вы делаете замену переменов и отсюда найдете, как вот эти вот объекты друг к другу переходят. Теперь то, что вы говорите, когда вы это найдете, так, когда вы найдете, вы увидите, что в законе преобразования Христофеля есть два слагаемых. Одно выглядит так симпатично, ну, как бы одно выглядит как будто тензорная кусочка, второе как будто не тензорная кусочка. То есть вычесть как бы с переставленными нижними индексами и будет тор. Значит, будет с объект С, ро, лямбда, мю, который есть по определению гамма, мю, ро, лямбда, минус гамма, мю, лямбда, ров. Вот такой объект. Смотрите, когда мы их вот так сами делим, вот по этим двум индексам, симметричные или несимметричные, хорезонные, там нету, да, это dx, а это амю. Вот. Но, начиная посмотреть на закон преобразования, то можно углядеть, что вот так введенный объект, объект симметричный по индексам, он тензор. То есть вот этот объект преобразуется по тензорному закону. А раз он тензор, то мы можем с вами, если найдемся смелости, положить его равным нулю в одной системе координат, за это он будет нулю всегда равен. Значит, тензор. Вот. Поэтому, значит, одна вещь, это его главу, то равно нулю. Или, другими словами, накладывают симметрию. То есть требуют, чтобы символы Христофеля были симметричны по двум индексам. Вот. Вот. Теперь. Теперь. Ну да. Значит. Значит, да, вот этот знак вот на таком языке можно сформулировать вот из этих соображений, да, то есть сказать, что, конечно, сказав, что ковариантная производная от произведения, Bμ, а, 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 мил, да, вот. Так, ну вот, значит, сказал, что он вот эта штука, это у нас скаляр, да, скаляр, значит, а скаляр, это обычный произон, пишет на самом деле дэро от вот такой же величины. Ну и тогда вот здесь может быть источность ту же силу с другим знаком. Вот так, смотрите, еще одна вещь, это такая, значит, вот эта вещь, которая здесь стоит, да, в мю и ню, можно говорить, что это, ну, мы с вами говорили, что мы опускаем и поднимаем с помощью метрического тентра. То есть вот это вот, это дэро от, я не знаю, б лямбда, а ню, ж лямбда, да, вот такая штука. Ну и стоит вопрос такой, а вот когда у меня я сверху произвел внутри, а потом продифференцировал, а может быть я сначала продифференцировал, потом произвел сверху. Это одно и то же или нет? А механически, в смысле, как-то операторно, это сводится к вопросу о том, чему равен равнокавариантная производная метрического тентра. Если она равна нулю, то это одно и то же. Если она не равна нулю, то это не одно и то же. Значит, как только вы потребовали, чтобы вот эта штука была равна нулю, то есть вам все равно, вы записываете вот это условие для, ну вот, вот по этим футболу. Да, я не сказал, смотрите, если у вас есть несколько индексов, да, вот здесь, вот у вас этот с несколькими верхними индексами, с несколькими нижними индексами, то вот вот эту штуку вы повторяете для каждого верхнего индекса со знаком плюс и для каждого нижнего индекса со знаком минус. Да, то есть вот такое вообще. Я сказал, что формула такая длинная, но не симпатичная. По каждому индексу, да, потому что они совершенно одинаковые. То есть, если здесь, например, у меня будет лямбда, сигма стоять, сигма, да, значит, сигма, здесь у меня еще будет плюс.